Добрый день! Добрый день! Добрый день! Хорошо, слушай! Или еще громче делаем? Нормально? Главное, чтобы не довелось уже. Хорошо, четвертый, добрый день! Уважаемые коллеги! Все, кто меня знает, кто не знает, зовут меня Дмитрий, фамилия Карнаук. Я являюсь модератором сегодняшней нашей дискуссии. Я здесь за вас, за слушателей. И моя задача вместе с вами разговорить с наших спикерами. Задать им вопросы удобные, обязательно неудобные. И постараться за то время, которое нам отведено, получить максимум от них информации. Для начала я бы хотел поблагодарить за организацию нашей с вами встречи Мактамиу Булатову. Инфраструктурный хаб в области. И Алексей Гречко, директора фриланс-кафе, где мы с вами и находимся. И тема наша сегодняшняя, как нельзя актуальна к этому месту. Фрилансер-предприниматель. Мне эта тема тоже очень сильно близка. На процентов на 70 я тоже являюсь фрилансером. На 30 я процентов круглоустроен. На 70 процентов в свое время я занимаюсь фрилансером. Надеюсь, вместе с вами узнать много нового для себя сегодня. Позволю себе небольшое вступление. Сразу обращусь к вам, господа фрилансеры. В рамках нашего мероприятия «Стартап в деталях» и «Инфраструктурный хаб» мы проводим беспрецедентное событие. Мы регистрируем всех обратившихся и желающих стать индивидуальными предпринимателями бесплатно. Поэтому, господа фрилансеры, пора леберализовываться. Хочу обратить ваше внимание, что количество этих бесплатных мест ограничено. Их всего 160. И большая часть из них уже выбрана. Вы можете обращаться к нам. Там у нас находится Карпов Алексей. Он один из наших спикеров сегодня. Можно после лекции, можно в перерыве. И через него, еще раз повторяю, можно зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя совершенно бесплатно. По времени неограничено, но по количеству мест ограничено. Поэтому принимать решили. Итак, мы начинаем. Первый спикер у нас хозяин, принимающая сторона. Директор фриланс-кафе и тревеллерс. Я думаю, что лучше, наверное, Алексей сам скажет. Алексей Геншко, прошу. Добрый день, да. Нет, хорошо слышно. Голос у меня громкий. Можно я без микрофона буду, ладно? Чтобы так сказать, естественно было. Добро пожаловать. Давайте растопим немножко лед. Улыбнемся друг другу, чтобы у нас почувствовали мы себя уютно здесь. И благодарю всех, кто откликнулся на предложение проекта «Стартап в деталях». Благодарю сам проект «Стартап в деталях», что в столь необычной обстановке сегодня они решили провести свое собрание. Тема, которая была предложена организаторами, это новые инфраструктурные решения для предпринимателя-фрилансера. Можно я быстрее ее перевесну и постараюсь с простыми словами ответить на вопрос, который многие фрилансеры себе задают. Ну вот решил я быть независимым. А где же мне тогда работать? Как родилась идея и как мы пришли к тому, что нам нужно создать некую инфраструктуру, некое место, где бы фрилансеры могли работать? Это фриланс-кафе. В «Тревелерс» в нашем первом проекте мы часто сталкиваемся с тем, что люди приходят поработать. И если вы зайдете в обычный рабочий день, там больше половины столиков сидят именно с ноутбуками. Кто-то проводит встречи, кому-то просто нужно уйти из дома, чтобы найти свое такое третье место, чтобы не перемешивать атмосферу домашнюю, атмосферу рабочую. И пока столики свободные есть, все здорово. Как только начинаются в любом кафе, я не только говорю про «Тревелерс», я говорю про любые заведения общепита. Как только начинаются бизнес-ланчи или начинается вечерний прайм-тайм, так сразу же начинается создание нерабочей атмосферы. Как со стороны заведения, так и со стороны других посетителей. То есть там громкая музыка, глушение Wi-Fi, официант каждые три минуты подходит и спрашивает, почему вы сидите с одним чайничком и так далее. И это вполне нормальная и объяснимая ситуация. То есть те из фрилансеров, кто когда-нибудь будет связан с общепитом, наверняка столкнутся с тем, что сидя на дорогих площадях, ты волей-неволей стоишь перед выбором. Либо делать тебе демократичные цены, но тогда ты должен делать оборачиваемость со столиков, либо делать высокие цены, ну и тогда оно будет не для всех. И тогда мы по принципу, что тропинки нужно асфальтировать там, где они протоптаны, сказали, а почему бы нам специально не сделать такое заведение, где люди смогут именно прийти поработать. Идея, она понятна, что не мы являлись ее целиком изобретателями, она витает уже в среде фрилансеров давно. И если вы берете в интернете название фриланс-кафе или каворкинг-центр, как сейчас модно говорить, то есть масса мест и масса заведений. Здесь, и, кстати, в Екатеринбурге только за последнее время открылось как минимум три каворкинг-центра так называемых. То есть те места, где люди могут прийти, поработать, где у них обеспечена рабочая атмосфера, где они не несут обязательств по длительной, скажем, аренде офисов или еще каких-то обязательств, где могут прийти и воспользоваться офисом на непродолжительное время. Что мы решили привнести своего, это то, что мы решили все-таки совместить идею каворкинг-центра с идеей кафе. Не зря, между прочим, в качестве иллюстрации я выбрал розетку, потому что первый признак, как можно распознать фрилансера, когда он входит в заведение, тут спрашивают, где у вас стульки с розеткой. Соответственно, мы спросили людей, а что же нужно фрилансеру для того, чтобы создать рабочую атмосферу. Естественно, про розетку я уже сказал, шустрый Wi-Fi, возможность доступа к оргтехнике, там что-то быстренько распечатать, какой-то документ скопировать, отсканировать, послать и так далее. Фоновая музыка, чтобы можно было вести какой-то разговор, встречаться с клиентами. Ну, вот, пожалуй, да? И поесть. И поесть, ну, да, и, собственно говоря, поесть, так, чтобы это не сильно отвлекало от процесса. Вторая фишка, это мы продолжаем идею, в том числе, в тревелерскопе, то есть у нас, мы не предлагаем алкоголь, чтобы не было никаких, так скажем, соблазнов для фрилансера, и, с другой стороны, пьяных компаний, каких-то нетрезвых по соседству. У нас не курящее заведение, ну, соответственно, мы считаем, что здоровый образ жизни ведет к здоровому образу мысли и раскрывает творческий процесс. Буквально в двух словах про кухню, одна из таких вещей – это паровая кухня. Мы экспериментировали с паровой кухней в тревелерсе. Проблема паровой кухни в том, что паровое блюдо должно в печи находиться 15-20 минут. Пока у вас приняли заказ, пока его вынесли, пока вбили и так далее, минимум полчаса. Никто не готов столько ждать. То есть, никто не отменял, что мы живем в мегаполисе. Соответственно, люди хотят питаться так, чтобы не нести вреда здоровью, но хотят это делать быстро. По сути дела, хотят быстрый, здоровый фастфуд. И, соответственно, решение было найдено технологическое. Это вот такая вот печка, которая стоит прямо в заре. Она вторая в стране, первая у нас в городе, которая готовит с помощью высокотемпературного пара под большим давлением. Вот прямо сейчас там, по-моему, что-то готовят. Наоборот, уже, так сказать, спускает она давление, да? По сути дела, автоклав такой, который позволяет мясное блюдо из говядины, из сырого состояния, в состоянии таять во рту за 4,5 минуты. Ну, рыбное блюдо, соответственно, еще быстрее. Получается быстрый, здоровый фастфуд. И, собственно говоря, хотел первый вопрос, который часто возникает. Ну, все равно, как же так? Это в форумах там несколько раз звучало. Вот уже дошли до того, что начинают брать деньги за время. И вот такой маленький кейс стадии. Вот, предположим, мы с вами два фрилансера. У нас стоит альтернатива либо снять офис, либо воспользоваться каким-то каворкинг-центром или заведением подобного нашего. Что здесь есть? Например, мы решили арендовать маленький совершенно офис 15 квадратных метров. Средняя ставка, аналогичное положение в центре города. Предположим, у меня клиенты часто в центре города. Мне удобно здесь. Я хочу иметь какое-то престижное положение. Это, ну, минимум, 1200 рублей за метр. Соответственно, вот, ну, это, скажем, включая все коммунальные платежи. Вот у меня получается 18 тысяч рублей. Купили мы элементарно там стол, стул, шкаф. И собираемся их три года использовать. Соответственно, амортизация в месяц я посчитал, в период трех лет. Вот 1389 рублей. Я объясняю, чтобы было понятно, откуда цифры взялись. И какие цифры, там, скажем, если вы считаете, что они неправильные, ну, вы можете свои правильные подставить. И, соответственно, у вас будет калькуляция. Ну, мы хотим иметь шустрый интернет. Потому что нам это очень важно. И, в общем-то, для любого там дизайнера и так далее, это вещь необходимая. Какую-то, предположим, ноутбуки у нас есть, я не считаю. Но какую-то оргтехнику, принтер, там, МФУ какой-то, мы все равно покупаем. И тоже ее амортизируем до три года. Еще 3389 рублей. Раз мы с вами сняли офис в центре города, то все равно нам нужно ходить иногда на бизнес-ланч кушать. Раз мы вдвоем, вот посчитано 20 рабочих дней, по 200 рублей бизнес-ланч, и все равно у нас таким образом 8000 рублей уходит. Ну, соответственно, вот минимально у нас получается 34000 рублей на двоих мы потратили на вариант снять офис. А теперь предположим, что наша с вами деятельность не связана с нахождением все 168 рабочих часов в месяц в офисе. То есть мы где-то с вами встречаемся с клиентами, где-то с клиентами нужно встретиться в неформальной обстановке. Да и вообще, собственно говоря, многие идут во фриланс именно для того, чтобы избавиться от необходимости работать с 9 до 5. И как только мы работаем, ну, например, дальше идут количество офисных часов, и ниже идет себестоимость, то есть общая сумма разделена на количество общих часов. И получается, что если мы с вами находимся в офисе всего лишь 100 часов в месяц, то уже нам час работы в офисе в 338 рублей обходится. Соответственно, эта база для сравнения дана, а сколько же, какова же альтернативная стоимость для нас двоих фрилансеров по сравнению с тем, где мы хотим снимать офис, или какую сумму мы готовы заплатить как альтернативные издержки при работе вне офиса. Ну, не учитывая, естественно, другие плюсы, как то, что мы не несем каких-то обязательств долгосрочных по аренде и так далее. Сегодня у нас хорошо дела идут, мы работаем много и здорово. Завтра решили расходы урезать, или решили переехать в другой город, или решили провести полгода на Бали, как у нас некоторые фрилансеры знакомые делают. Ну, ради бога, все, офис нам не нужен, уехали. Чтобы ответить сразу же на следующий вопрос, который наверняка у вас в голове возник, ну, хорошо, а сколько же это стоит здесь? Ну, стандартный столик в free time, то есть раннее утро, поздний вечер, 150 рублей за столик, или зачем это за столик? И в стандартное время, в free time, основное рабочее время, 250 рублей. Фишка в том, что в эту стоимость уже включена кухня. То есть, человек может, скажем, ну, такая обстановка часто бывает, там, важные переговоры или интервью, ну, неуместно кушать, или даже, там, неуместно чай пить. Можно просто сказать, все, вот мы заплатили за время, а нам ничего не надо, не трогайте нас, пожалуйста, там, полтора часа, мне нужно сконцентрироваться, поработать. Пожалуйста. Либо у вас, скажем, есть 2 часа, ну, например, я работаю 2 часа, у меня 500 рублей тариф за время, и при этом я взял какое-то блюдо на 300 рублей. В этом случае я плачу только за время, то есть, получается, еда у меня туда входит. Если мы вдвоем сели и точно так же взяли каждый на 300 рублей, то есть, у нас за еду получился счет на 600, ну, тогда мы, соответственно, платим только за еду. Ну, доплачиваем разницу. Понятная система, да? То есть, деньги за время, они как депозит. На этом я хотел бы последние фразы из такого вот начала выступления сказать, что многие, может быть, задаются вопросом, а почему вот тут поднимались парашютисты, почему что-то такое связано, там, какие-то увлечения, нет, это у меня такое ощущение от свободы творчества, свободы полета, когда человек решается стать независимым, стать фрилансером, вот у него во многом ощущения сравнимые с тем, что вот я сейчас выпрыгнул из самолета и не знаю, что делать. Не знаю. Согласитесь вы с такой аналогией или не согласитесь? Тем не менее, я желаю фрилансерам удачного фриланса и, соответственно, благодарю за вот такое внимание, таким возможностям инфраструктуры, которые появляются у нас в городе. Спасибо, готов ответить на вопросы на ваши. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Алексей. Коллеги, вопросы, какие у нас возникли? У меня один вопрос, а рабочее время это со скопилось? Рабочее время с 8 утра до 12 ночи. Вот сейчас пока мы только открылись, буквально там 5 день работаем. Пока с 9 утра до 9 вечера. Как только потребность есть, будем выше. А кухня везде не меняется, то есть завтраки, обеды, меню весь день, а оно одинаковое. Меню весь день одинаковое, уже, так сказать, тут же, как сказать, мы же как фрилансеры. Есть потребность у людей, мы на нее отвечаем. Вот пришел к нам на завтрак человек, сказал, а я хочу кашу. Все у нас стоило с кашей. Это да, правильный вопрос. Я как раз заезжаю завтракать практически по такой же схеме, но именно на завтраке. На завтраке, конечно. Я думаю, это будет актуально. Если завтра придут 10 человек и спросят у вас яичницу, то не в нашли. Я приду и приведу 9. Все, хорошо. Дмитрий, хорошо, хорошо. Калей, еще вопросы? Можно я? А вы расширяться думаете? Судя по всему, что я услышал, ну, не знаю, половина, 50% народа, я думаю, сюда еще придет. Давайте спросим руки, покивите, кому я говорю. А если реально мест не хватит? Если мест не хватит. Вы знаете, последнее помещение освободилось буквально неделю назад. Поэтому она истарилась. Да, кстати, вот мы сейчас сидим вот здесь в таком формате. Кто пришел и задает себе вопрос, а где ждут, собственно говоря, столики, это так называемый зал-трансформер. То есть в обычное время вот эти вот перегородки, они автоматически опускаются, и у нас получаются вот здесь вот столики. Почему они огорожены с трех сторон? Ну и создается какое-то достаточно интимное пространство, то есть только минимум от соседнего столика в компьютер не заглядывают. И вот про розетки в полу, около каждого столика посреди зала я уже говорил. А когда нужно провести какую-то презентацию, вот сколько нужно этих перегородок, столько их можно поднять, ну и, соответственно, провести. Еще пару слов, если позволите, про систему лояльности. Скажите, пожалуйста, есть в зале человек, который носит с собой все дисконтные карты, которые у него есть, пластиковые? Вау, есть такие, супер. Ну, я, видимо, отношусь тоже к тем, это уже, кстати, между прочим, тема в маркетинг фриланса, да. Я отношусь к тем людям, для которых пластиковая физическая карта лояльности является зачастую препятствием к покупке, нежели стимулом. Объясню почему. У меня их чемодан, этих карточек, естественно, с собой я ношу там 2-3, которыми постоянно пользуюсь. И проезжая мимо какой-то точки продаж, где был, ой, я, наверное, вспоминаю, что да, наверное, что-то я здесь хочу купить, но понимая, что у меня есть карточка, а с собой ее нет, я туда не пойду, потому что понимаю, ну как, я же могу дешевле купить, с чего я вдруг буду им сейчас переплачивать. Ну, сталкивались с таким, да? Ну, судя по улыбкам, да. И мы здесь задумались над тем, а как сделать систему лояльности будущего. То есть, пластиковые карты, физические пластиковые карты, это все же позавчерашний день. Поскольку наша целевая аудитория очень дружна с различными уронами девайсами, мы начали партнерство с системой, которая называется Iconet. Это система виртуальных пластиковых карт. Пишется iiko.net, у кого заинтересовало. В чем эта система лояльности по принципу социальных сетей? То есть, человек регистрирует некий свой аккаунт, и в нем есть много кошельков на разные заведения. Приходя в какое-то заведение, этот аккаунт привязан к номеру телефона. То есть, вы его можете физически с собой иметь, можете даже не иметь свой номер телефона, но просто знать его и заходить, скажем, с гостевого компьютера. То есть, не обязательно какой-то гаджет иметь с собой. Вы заходите, получаете на кассе причек. Алена, можно сделать какой-нибудь причек для примера? На каждом причеке есть уникальный код. Он уникальный и действует только 15 минут, чтобы избежать всяких злоупотреблений и чтобы не делать код слишком длинным. Соответственно, вы можете тут же на гаджете ввести этот код, и он у вас спрашивает система, вы хотите накопить или оплатить с вашего кошелька, если у вас там достаточная сумма есть. И вот так вот выглядит чек, и вот на каждом чеке внизу вот такой вот код. Он, собственно говоря, восьмизначный. И вы на гаджете прямо говорите, что да, например, хочу накопить. То при оплате счета вам сразу же автоматически на этот счет поступают баллы. Или наоборот, у вас на карте есть, например, на счете 1200 рублей. Хотите оплатить? Да, хочу оплатить. Нажимаете оплатить, все, и сразу же на кассе автоматически закрывается. Эти баллы вы можете подарить кому-то, просто пополнить, сделать виртуальную подарочную карточку, например, находясь в другом городе, сделать человеку приятное, купить ему баллы, послать и пополнить его таким образом счет. То есть, возможностей миллион. И не нужно в этой системе регистрироваться каждый раз на каждое заведение. На каждое заведение заполнять анкетки не нужно. То есть, приходя в новое заведение, которое пользуется такой же системой, вам достаточно просто зайти и сказать, что да, я хочу в этом заведении, ну, просто ввести код этого заведения, и все, ваши анкетные данные уже в системе остаются. Так что, кто из вас работает с различными именно розничными точками продаж, имеет розничные точки продаж, могу порекомендовать как систему лояльности будущего. Ну, естественно, призываю вас, не могу не воспользоваться, так скажем, как предприниматель шансом немножко порекламироваться. У нас сейчас в честь открытия такая акция, всем вновь зарегистрировавшимся властям, мы по 200 рублей складываем на баланс. Так что для этого достаточно подойти ко мне, дать телевизиточку какую-нибудь, ну, там, где лишь бы номер телефона был, да, имя и номер телефона. И вам будет зачислен виртуальный баланс 200 рублей на системе iCloud. Алексей, у меня еще вопрос. Вот я вижу, у вас есть там такая доска взаимопомощи, да? Трифак был здесь, Apple сломался, не говорю, и в миг точнее не твой девайс-телефон. Можно как-то что-то комментировать? Я, естественно, изучал опыт того, а что предлагают такие вот аналогичные тусовки фрилансеров для них. И очень часто фрилансер не может себе позволить дорогостоящую какую-то рекламу или еще что-то такое. Это доска объявлений. То есть любой фрилансер может ставить здесь предложение своих услуг. Как долго она висит, мне интересно? Вы знаете, пока мы не задавались этим вопросом... Я бы хотел написать свое, но... Пожалуйста, Дмитрий, я могу это стереть. Вы не можете чужое пока стереть, да? Место, чтобы оно легко закончится. Место, ну мы будем старые записи стирать. Ну я думаю, что... Там еще, кстати, вот дальше она туда продолжается. Так, нормально. Я просто заметил, что у вас мониторы встроены. Можно же, в принципе, делать те же самые записи электронные и прокручивать их на монитор. Это уже вам в качестве, чтобы не стирать. Ну, так. Ну и тут и то, и другое. То, и другое может быть. Элемент известности присутствует. Еще коллеги, вопросы у нас. Эта система сколько стоит? Печка? Нет. Не печь. Печь стоит космические деньги. Понимаешь? А система скидочная? Система скидочная. Система скидочная. А скидочная, она... Там точно зайдите на сайт, узнайте. Там абонентская система. Абонентская система. Предприниматель платит... Ну, естественно, там сумма будет побольше. Это абонентская система. Ну, только такой вопрос. А как узнать, что заведение работает в этой системе? То есть, если наклейка виза есть, там, на кассе, на зрях все понятно. А спрашивать каждый раз, то есть, вы являетесь участником этой системы? Хороший вопрос. Знаете, вы меня в тупик поставили. Не отвечали? Да. Пока не знали. Еще вопрос? Можно я? У меня впечатлила печка. А вот если мясо 10 минут полежитом, он прямо там растает? Ну, мясо... Вот знаете, если честно, мы не экспериментировали. Даже вот на 5 минут, я не знаю, картофель, он уже просто в пюре превращается. Мясо, ну, я не знаю, как ты перевариваешь мясо, что здесь получается? Только здесь оно не варится. В чем, собственно говоря, полезность паровой кухни, что отсутствует жир, вот этот, все эти канцерогены, да, то есть, тут жир вообще никаким образом не используется. И то, что оно, как сказать, полезные вещества, они никогда не отдаются вот в воду, в которой варишь. То есть, все в себе стоит. Митя, есть просто элементное решение. Завтра прийти, заказать и попросить. И попросить 10 минут. Да, 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 да. Можно так сделать. Вопрос еще. Скажем, полный день провести у вас, да? С 9 дней. Гулять, как гулять, да? Сколько это обойдется? Ну, вот сейчас... И с кондиторами перегородками, я хотел бы еще уточнить, да? То есть, здесь уже оценка идет другая. И одному причем, да? И так, чтобы никого тут не было. Ну, пока вот тарифы вы видели, да? Если есть потребность, действительно, мы уже задумывались над этим, но пока систему скидок не придумали просто, да? То есть, пока я отвечу так, что оговариваем индивидуально. То есть, если человек скажет, а я хочу здесь каждый день рабочее место с 8 утра, там, до, я не знаю, там, 6 часов вечера, ну, говорим. Алексей, вот этот бизнес-центр превратитесь, не надо. Не, вообще. Почему какой-то безлимит можно же установить? В принципе. Апонемент. Вот, да не, апонемент. Потом номеральные дожди начнутся, резервы стола, и закончатся просто офисные перегородки. Я могу на 3 часа прийти, я могу целый день сидеть, но уже будет удобно, то, что это... Постоянно не думаешь, что нужно оплатить, деми, еще что-то. То есть, безлимит, это рейт, на месяц. Безлимит, по-другому, аль, резерв, место просто, в общем-то, да. Говорят, оплатили безлимит, пришли, а остались, а нет. Понимаете? Нет, система резервации, она существует. Система, мы специально подбираем, что система позволяет делать резерв столиков. И, ну, в частности, это наше мероприятие, да, мы прям тестировали, сделали резерв, и все работает. А резерв на сайте, на мете? Нет, резерв пока что он внутри нашей системы организован. Резерв на сайте, такая технология тоже существует, но для ее реализации у меня попросили 150 тысяч рублей, я сказал, что да ну нафиг. Пока что я с помощью человеческого интерфейса буду использовать. У меня, видимо, аналогичная вот мысль была, что... У меня просьба, последний вопрос, и переходим к сервису. Если будет с гаджетами, и на гаджете вот приложения, посмотрел, есть ли места, какие места. Ну, это да, это продолжение. Это через год. Последний вопрос. А просто какие у вас победы можно или нет? Конечно, да. Поблагодарим Алексея, очень. Так, следующий наш спикер, Андрей Мессюра, бизнес-тренер, консультант, коуч по вопросам личной и деловой эффективности. Прошу. Спасибо. У меня так хорошо будет слышно? Или взять микрофон? Отлично. У меня такой вопрос. Есть ли здесь те люди, которые уже стали фрилансами, являются таковыми? Руки поднимите, пожалуйста, так подольше, подержите. Что значит фриланс? А, вы еще кто-то не раскрывали? Нет, я понял. Честно, я скажу свое мнение. Я для себя понял, что фрилансы это глубокая романтика. Это неэффективно с точки зрения лет. Это эффективно с точки зрения стартапа, это неэффективно с точки зрения лет, которые, да, и официанты... Что такое лет? Ну, когда? То есть в долгом продолжительном периоде, по вашему мнению, это не является перспективным? Я не знаю, я употребу слово романтика. Может быть, но я не верю в это. Нет единого понимания, что это фриланс. А мы у всех разные. Спасибо, я сейчас сделаю пояснение, мы разберем семантику слова, да, что это такое, с чем едят. Так, а кто хотел бы узнать поподробнее, что это за вещь, что с ней делают и думает над тем, заняться подобным бизнесом? Нет, это интересно. И романтика не пугает? Нет, я готов вас выяснить. Все, я готов вас. Спасибо. Так, я тогда подойду. Спасибо за слайды. Они уже готовы. О, и не стало. Вот за что люблю профессиональные места, когда есть все, включая даже дистанционный пульт управления слайдами. Вот это здорово. Это уже плюс большой. О нас позаботились. Итак, я фрилансер или 15 минусов и плюсов данного вида работы. Сейчас я разберусь, как она действует. Это называется «Приходи вовремя, настраивай слайды». Да. Не опаздывай на встречу. Итак. Попробуй восстановить. Или не нажимай туда, куда не знаешь. Фрилансер – слово, которое с английского в переводе обозначает «вольный воин», «копеносец», если дословно взять этот перевод. И человек, который выполняет работу за деньги. Если брать воинское предназначение, то получается человек, который нанимался за деньги, служить в любую страну, в любом полководстве. Это дословный перевод. В данный момент слово приобрело уже такое некое видоизменение, исходя из того, что «вольный художник». Человек, который работает сам на себя, не имеет постоянного работодателя, работает с различными компаниями или заказчиками. Вот видите, как должен настоящий фриланс выглядеть? Уверенным, мощным, ну и профессиональным, я бы добавил. Итак. Сегодня фрилансер – работник, который не имеет формального хозяина, как я уже сказал. И работая на разные компании, как вы понимаете, он берет на себя все различные риски данного вида работы. И в этом направлении есть свои плюсы, есть свои минусы. Я их подробно разложил в слайдах, чтобы у вас был визуальный ряд. Картинка навсегда лучше работает, чем слова. Согласны? Кстати, те, кто захочет иметь слайды в своем распоряжении, оставьте, ну либо мне напишите, либо заявочки здесь оставите. Я в кафе на каком-нибудь из компьютеров их расположу. Как вариант, да, спасибо за подсказку. Итак, что же мешает вам, те, кто думает, принимать сейчас решение работать фрилансом или нет? Можно так вот с места в зал. Стабильный заказов. Стабильный заказов, да. Смущает будут, не будут. Так, что еще? Могут быть сложные заказы, а заодно. Зало выполнять. То есть одному, как в поле не воин, да, потяну-не потяну, смогу ли выполнить заявку. Еще какие? Безопасность в каком плане? Много денег заработаете наружу? Ну или чтобы постоянно договора приходится заключать. То есть надо быть... То есть юридическая сторона отдела, да, чтобы заключение договора выполнялось в согласии или в рамках закона правового поля, не попадаете к самым на какие-то штрафные санкции и прочие вещи. Еще какие варианты? Приходится и администрировать свою деятельность, и творить одновременно. То есть и отчетности, и договора, и в то же время надо что-то приобрести. То есть один во всех лицах работаешь, да? Что еще? Все верно. Нахватал слишком много работы. Еще раз надо сказать. Нахватал слишком много работы. А, то есть заказов много, все хочется взять, все складывается. Так уже, да? Успею в этом же. Сложность с оплатами, могут идти обмануть, да? Ну это опять правовое поле. А, или если договор заключили, то в исполнении договора что я буду делать, если заказчик откажется платить? При этом, если договора заключены абсолютно нормально и спокойно. Так, то я так понял, сложил посаду себе, да? И другим людям. Итак, пойду тогда по своей подсказке. Картинки, я думаю, скоро появятся. И почему люди откладывают решение некоторых вопросов? Потому что они сложны. Их тяжело разложить на неком, видном, понятном варианте, чтобы пощупать со всех сторон все плюсы и минусы. Для этого существует уникальный метод Бенджамина Франклина, который называется весы, принятие решений, да? Плюсы и минусы. Когда он брал вес, чертил его пополам и писал плюсы и минусы в какой-то ситуации, над которой он думал. В данном случае сложно решиться на фриланс. Это является минусом. Получится, не получится. Это как раз о чем вы и сказали. И легко решиться на фриланс. От чего это зависит, как вы думаете? От степени уверенности. Яблочко. От степени уверенности в себе получится, не получится. Той темой ли я занимаюсь, будет ли спрос. Все равно вы, занимаясь уже какой-то специальностью, смотрите вперед, да? А что будет, если я пойду заниматься самостоятельно? То есть вы уже ощупаете рынок и понимаете возможные риски и доходы. Ну, это я уже проговорил. Мы можем не смело пропустить. Ну, как раз минусы и плюсы, да? То есть фриланс. Сложно решиться на решение. Собственно, вот сам шаг, да? Который определяет. Сделать это в свое время. Давайте я буду в человеческом интерфейсе. Хорошо, я понял. Итак, не просто выбрать тему. Опять же, понимать, в какая тема будет востребована, принесет гарантированно больше денег. Та тема, в которой я специалист. И просто выбрать тему. Опять же, зависит от того, чем вы занимаетесь и делали ли вы какие-то уже пробукера. Вспоминаю одного предпринимателя, причем, по-моему, он наш земляк, бухгалтер-аудитер, который в свое время через ICQ, всем известная функция, в компьютере смс этих сообщений быстрых, консультировал своих коллег-бухгалтеров по вопросам изменения законодательства. И так как у него было много подписок, он очень быстро всем сообщал, что вышло новое. И потом он понял, что эта услуга очень востребована. Люди сказали, мы готовы платить за абонентское обслуживание, возьмись нас вести постоянно. И он понял, что это его хобби стало отнимать больше времени, но оно уже было востребовано. Рынк сказал, мы готовы, мы готовы платить. И дальше он оставляет хорошо оплачиваемую работу и приходит полностью работать во фриланс, занимаясь как раз тем, чем для этого занимался. изучением правового поля, именно в бухгалтерии. И уже накопил некоторую базу подписчиков, но как вы понимаете, реклама достаточно быстро пошла в сарфанное радио. Ребята, там есть хороший человек, там очень удобно нам классно, подписывайтесь, небольшое абонентское обслуживание, что-то типа консультант плюс, некий такой вариант пошел. Он нашел свою нишу и тем самым стал зарабатывать себе на жизнь. Ну, неплохие деньги. Следующий слайд. И так, третий фактор. Долгий стартап, заработки нескоро, опять же, зависит от той темы, которую вы выбрали. И быстрый стартап, заработки сразу. Тут тоже понятно, что какая тема будет. Четвертый вариант. Одна из сложностей, да, это раскрутка. У вас нет пока имени, нет пока репутации. Отсюда вопрос доверия заказчиков, количество заказчиков и так далее. С одной стороны минус, но все нарабатывается, тем более благодаря наше время интернету, рассылке, смс, видео, аудио, которое вы можете выкладывать и так далее. Вы сами решаете, каким образом и как себя раскрутить. Достаточно через бюджетные средства это сделать. У Игоря Мана на эту тему есть хорошая книга, которая называется «Стартап без бюджета или почти без бюджета», которую рекомендую почитать. Пятый, плюс или минус. Нет надзирателя волшебного пенделя. Необходима высокая мотивация. Знакомо, да, когда лето, жара, обед или еще что-то. И нужен кто-то, кто будет заставлять вас работать, да, работать. Ну, в данном случае на дядю зарабатывать деньги. Плюс сам себе начальник. То есть, в данном случае речь идет об отсутствии морально-психологического гнета со стороны руководителя, но отсутствует тот самый минус. Поэтому необходимо у фриланса, конечно, высокая внутренняя мотивация на работу этой геннессы. Шестой минус или плюс. Поддержка или совет. Если вам повезло с руководителем, который вам может, ну, как наставник, собственно говоря, помогая развиваться в той области, в которой вы работаете, давая советы и прочее, то во фрилансе вы вроде бы лишаетесь такого наставника. Опять же, это плюс, вы можете обращаться кому угодно за помощью. Нужно только развивать связи, устанавливать контакты, задавать вопросы, не стесняться, кстати, задавать вопросы. Седьмой. Ага, не увеличен. Итак, разглядите этот шрифт не увеличенный. Четкий прогнозируемый распорядок жизни, привязан к рабочему месту. Это, конечно же, минус. Если вам нужно куда-то отпроситься по личным делам, придется идти на поклон, уговаривать начальника и так далее. Во фрилансе это свободный рабочий график. Сами решайте, когда, куда и сходишь. Восьмой. Рабочее место. Многие как раз задаются вопросом, какие должны быть вложения, снять офис, нанять работников и так далее. То есть здесь такого рабочего места во фрилансе вроде бы нету. И я поставил это в минус. Смотрим на другую сторону медали. Пожалуйста, данное замечательное место как раз решение этого вопроса. Приходите, арендуете, встречаетесь, питаетесь. И можете работать где угодно. Дома, в кафе, в отеле, на улице. Если у вас хороший аккумулятор, ноутбук, сотовый телефон, коммуникатор, пожалуйста. Вы даже в интернете, там, где нет розеток интернета проводного. Девятый фактор. Регламенты и правила. Есть люди, которые по своему характеру не любят работать по четко регламентированным правилам. Им не хочется изучать все эти бизнес-процессы. Некоторые бизнес-процессы, по их мнению, могут быть не совсем верные. А поменять их, скорректировать их достаточно сложно. Сталкивались когда-нибудь с этим? Вы говорите, начальник, вот лучше бы сделать вот так, лучше бы по-другому. Он говорит, слушай, годами, так принято, не умничай, продолжай работать так. Здесь вы свободны от всех вот этих правил и рамок. Можете работать так, как вам захочется создавать свои бизнес-процессы, делать свои документы. Десятый. Один в поле, воин или нет. Вот, что Дмитрий сказал, совмещение различных должностей. Начальник, менеджер по продажам, менеджер по рекламе, по пиару и так далее. Ну, в этом есть плюс. Вы можете освоить до какой-то степени, я бы здесь подчеркнул, до должного уровня новые какие-то смежные специальности, чтобы быть уверенным для себя. Ну и, собственно говоря, существуют специалисты, которых можно просто банально нанимать за деньги, и чтобы они делали свою работу. Все деньги, которые вы заработали после уплаты налогов, они ваши. Не надо ни с кем делиться, как это происходит порой на работе. Один в степени. Ответственность. Вот это да, то, чего больше всего боятся люди, почему они не идут в свободный заработок. Это потому, что все зависит от тебя, это ответственность. Невозможно свалить на начальника, на коллег, на еще какие-то причины. Поэтому все будет зависеть действительно только от вас, и вы не сможете вылезти за счет кого-то, советов коллег, или если у вас какая-то командная проектная работа, где можно сочкануть. В этом есть и плюс. Все зависит только от тебя, надо только умнее работать, четко структурируй процессы, соблюдать дисциплину, планировать, расставлять приоритеты. Работаешь только на себя, не кормишь начальника и коллег. Следующий фактор 12. Заработок и доход. Понятно, что есть потолок на рабочем месте, который определяется а, начальником или рынком, или то и другое взаимосвязано. Плюс это, конечно же, неограниченный доход, который зависит только от вас, вашего умения зарабатывать. Следующий фактор. Введение блогерей. Один из моментов, которого тоже некоторые будущие фрилансеры пугаются, я в этом ничего не понимаю, вдруг какая-то ошибка, налоги, штрафы и прочие вещи. Вопрос решается достаточно просто. Он решается с помощью индивидуального предпринимательства, и есть упрощенная система налогообложения. Если ваше направление не связано с большими затратами, у вас не производство и так далее, то вы просто платите 6% с любой суммы, которая поступает на ваш расчетный счет индивидуального предпринимателя. Очень удобно. Существует точно так же и возможность нанять данного специалиста. Существуют электронные программы, такие как программа Эльба, позволяющая вам вести учет просто удобно с различными напоминаниями по конкретным шаблонам. Я пользуюсь, мне нравится очень удобно. Четырнадцатый. Ну, нет социальных ригот, к которым некоторые, может быть, успели привыкнуть, да, оплата отпуска, больничных и прочих вещей, страховка. Собственно говоря, что нужно для этого делать, и в этом есть плюс. Бюджетируйте грамотно, самостоятельно. Либо делайте нужные отчисления, создавайте там свои будущие пенсионные фонды, выбирайте государственный, непосударственный пенсионный фонд, самостоятельно вы это можете делать. Инвестируйте деньги. Ну и один из моментов, да, по ходу стабильности. Создавайте кубышку, чтобы у вас был, скажем, некий прожиточный минимум на 3-6 месяцев. То есть, если у вас в течение 3-6 месяцев не будет доходов связанных с фрилансом, у вас находится некая кубышка, из которой вы можете в течение 6 месяцев нормально существовать. Ну, все себе, конечно, просчитайте. Пятнадцатый. Юридическая защита тоже прозвучала этот фактор, да, что же делать, как оформлять подводные камни, потому что, опускаясь в свободное плавание, это понятно, эти вопросы могут возникать и ошибки тоже могут возникнуть, это нормально. Как я решаю этот вопрос? Я в чистом виде фриланс. Я работаю как бизнес-тренер с 2006 года с различными провайдерами, самостоятельно напрямую нахожу заказчиков, консультирую людей. Я решаю этот вопрос через абонемент компании Мулекс. Национальная юридическая служба, которая через годовой абонемент позволяет вам по телефону 24 часа в сутки. По любому вопросу звоните и обращаться, как экстренно, так и не экстренно. Плюс письменный вариант проверки документов ваших и масса шаблонов, которые существуют на удобном сайте. Это мой опыт. Пользуюсь с ноября прошлого года. Тестирую, решаю многие вопросы, отправляю договора на проверку профессиональным юристам, после чего получаю их с различными пометками и советами, что туда нужно внести, добавить, чтобы я был с правовой точки зрения защищен, получил свои деньги. Статистика. Как это работает в США? Статистика взята из Википедии, глубоко не углублялся. Смотрите, по данным за 2005 год, по департаменту по труду, 10,3 миллиона рабочих в США являются независимыми подрядчиками. Они работают на фрилансе. И 7,4% рабочей силы в США составляют фрилансе. Я скажу, что эта цифра могла бы быть больше, если бы люди, а, готовы были рисковать, брать на себя ту самую ответственность, б, не ленились бы. Потому что по психологии уже определили количество лидеров в жизни, их все равно не 100%. Это 5-7% населения, те, кто готовы вкладывать деньги, рисковать, работать 24 часа в сутки, но понимая за что. Именно поэтому они ездят на соответствующих машинах, часто отдыхают, живут в лучших условиях, чем другие. Поэтому количество людей, которые готовы пойти во фриланс, их, конечно, не так много. И что еще хочется добавить? Собственно говоря, есть способы, когда вы фриланс, можете попробовать, не уходя с основного рабочего места, сразу, да, пошли, написали заявление и пустились на вольные хлеба. Можно это сделать, скажем так, пробовать, совмещая какое-то время, попробовав эту работу. В интернете очень много различного качества материалов, которые позволяют просмотреть это направление работы со всех сторон, с плюсы и минусы. Частично что-то я брал оттуда, частично из своего опыта указал, поделился с вами. Поэтому не так страшен враг, как его молюет, да, подойдите к этому вопросу просто качественно, изучите глубоко со всех сторон и вы найдете ответы на многие вопросы. Поэтому соглашусь, что может быть в какой-то долгосрочной перспективе, если рассматривать, опять же, какой вид бизнеса вы выберете, да, и какой уровень заработка от этого будет зависеть. Существует один хороший такой анекдот, когда плывет корабль по океану, лайнер, там отдыхает много людей, и вдруг какой-то момент двигатель встал. Непонятно, что случилось с дизелем, команда мучилась, техники мучились, решить этот вопрос не смогли. Тут один из помощников капитана говорит, сэр, у нас на корабле плывет один известный инженер, может мы его пригласим. Инженер подошел, посмотрел двигатель, позадавал вопросы инженеру, который его обслуживал и сказал, вы знаете, я могу решить эту проблему, но будет стоить это 50 тысяч долларов. Ну куда деваться, лайнер посреди моря, да, полно людей, капитан без выхода, согласовал с компанией, получил добро, написал чек, выдал. Подходит инженер, в нужное место что-то там открыл, взял молоточек, ударил, говорит, запускайте. Двигатель заработал, на что капитан говорит сперва вау, а потом возмущенно так, и за это мы отдали 50 тысяч долларов. На что человек говорит, нет, вы знаете, вы отдали один доллар за то, что я ударил, остальную сумму вы отдали за то, что я знал, куда можно ударить. Поэтому если вы найдете ту нишу, в которой вы будете суперспециалистом, в которой вы будете востребованы, на вас будет спрос, и вы сможете зарабатывать гораздо больше, чем сможете потратить, то я думаю, в этом плане вы можете существовать достаточно долго. Нужно только найти ту нишу и стать специалистом. К примеру, я думаю, если Артемий Лебедев, да, известный дизайнер по графике уйдет во фриланс, он найдет себе работу? Я думаю, да, ими он заработал, да. Игорь Ман, как консультант, человек, который занимается маркетингом профессионально, если оставит там все свои официальные бизнесы, ООО, издательство книги, пойдет во фриланс. Кстати, они фрилансы не зарабатывают, они работают, то есть они отдельно могут приезжать. Кто был на семинарах Мана? Есть такие люди? Тренинги, семинары, которые он ведет. Это его чистое воды хобби или переведите это фриланс. Когда он приезжает, зарабатывает хорошие деньги за одно выступление, трех или шести часовое. Ну, примеры того, как таким специалистом можно стать. У меня, собственно, все по моему выступлению. Жду вашего вопроса. У меня вопрос. Можно вернуться к бухгалтеру, к истории про бухгалтера и ICQ. Из всех перечисленных проблем, на мой взгляд, это одна из самых таких. Да, историю, помните, рассказали Андрею. Бухгалтер рассылал по ICQ, консультации давал, а потом у вас прозвучала такая фраза, а потом вы предложили делать это за деньги. У меня извините, но вот в то, что ему предложили, я не поверю. Потому что те, кто получал от него эти консультации бесплатно, в очередной момент предложить за это заплатить, вряд ли. То есть жизнь подсказывает, что скорее он должен был перейти вот эту черту и сказать, ребят, а вот с понедельника по 50 рублей из каждого. И вот в моем опыте, я тоже являюсь фрилансером, но моя задача как фрилансера, как раз-таки я очень много знаю таких бухгалтеров, которые не смогли перейти эту черту, которые работают профессионалы на своем месте, много чего знают, понимают, но, как правило, все где-то работают. А я получаю задачу, получаю проект, я знаю, как договориться за деньги, как собрать команду, как решить вопрос. А они, ну, вот не могут они, как бухгалтер, перейти, что вот в этом ходу подскажете? Как знают профессионалы? То есть вот этот ход для него есть, но перевести его в заработок крайне сложно бывает психологически для человека. Вот я сейчас пришел два момента в вашем хорошем вопросе. Первый момент, я так подумал, вопрос касается того, кто его вдруг натолкнул, когда можно на халяву, да, это делать. Потом я понял, что пояснение больше психологического характера. Одно дело получать зарплату через кассу, это об этом. Другое дело напрямую человеку сказать, моя работа, услуга будет стоить столько. Об этом, да. Психологический вопрос действительно такой непростой, он больше даже касается того, принимаешь ли ты себя специалистом, правильно ли ты себя оцениваешь и психологический момент попросить денег за свою работу. Секундочку. Ведь первую рассылку, предположим, он делал явно только среди друзей, которые у него выяснили. Друзья бухгалтеры, с которыми он общался. А потом предложить, ну, для него психология такая, мы каждые пять друзья пьем пиво. Я классный рассказчик анемблодов. Я приходил в пять сюда, говорю, я сами выпью пиво, но за ваш счет, потому что анемблодов рассказывают. Примерно у многих психологий я спрашиваю, почему я знаю, я общался с этими людьми, которые там от меня заказы получают. Я говорю, почему сами не ушли? Я говорю, ну, как это вот, это же надо цену как-то придумывать, обозначить, я друг дорого, друг, я же неудобно, как ты говоришь. Вот это момент перехода. Это два момента. Вы хотите дополнить? Да, я честно тоже, я очень внимательно слушаю, я хочу, мое мнение, если вы не готовы психологически что-то сказать на поводу того, что вы хотите за что-то зарабатывать, то не место вам на этой игры. Мы гипотетического бухгалтера рассматриваем, который это смог. Я и хочу понять, как мне, как сидящему здесь человеку, готовому стать фрилансером, помочь перейти именно на этот барьер. Вот я не прошу поднять сейчас руки никого, потому что это тоже будет достаточно сложно, но я уверен, что эта проблема, она существует. Это и есть шаг во фриланс. Назначить себе цену. По сути, уйти от работодателя, который выдает зарплату и самому себя продать. Это и есть шаг. Самый главный. У меня есть ответ на ваш вопрос. Психологически для некоторых действительно это является барьером таким непростым. Но понимать, что если вы не научитесь за свои услуги просить деньги, брать эти деньги, то невозможно будет пойти во фриланс. Здесь я подозреваю какие-то психологические такие моменты будут, что когда люди сравнивают, попросить деньги за свою работу, это примерно что девушки, которые стоят вечером на улице, сравнивают с этой профессией определенной. Я продаю себя. Поэтому, как сказала моя парикмахер, которая в свое время, я сказал, Вита, ты меня уже стрижешь N лет, достаточно давно. И в какой-то момент я сказал, ты мне уже по дружбе периодически бы делала бесплатно это делать. Как раз в дружеский момент мы были знакомы. Она сказала, Андрей, знаешь, что если я буду это делать по дружбе, а ее количество клиентов, которые у нее работают именно дружеские отношения, там примерно процентов 30-40 было в свое время, тогда моим детям нечего будет кушать, и мне тоже. Профессиональные инструменты мне надо покупать, там они ножницы 10 тысяч стоят рублей, конечно, и так далее. Поэтому человек просто понял, что это работа, за которую нужно платить. И просить за свою работу деньги, это нормально. Как раз человек, который не может просить, вопрос, да, он специалист, почему он за качественную, хорошую работу, за которую он отвечает, не может попросить. Поэтому это какие-то установки внутренние, да, такие красивые. Одно из самых часто востребованных по фрилансе, это консалтинг. То именно технические, может быть, юридические, неважно. То есть это, по сути, человек приходит и посоветует мне что-то. Когда тебе постригли голову, да, то есть хороший пример на самом деле, но это конкретная работа, да, то есть машину помогает, это увидит. Виден результат. Когда ты подошел, говоришь, ну, посоветуй по-дружески. Вот у меня тоже есть личное хобби, друзья его знают, и часто обращаются, прежде чем выбрать себе определенную товарулю, слушай, посоветуй, пожалуйста, ты в этом хорошо разбираешься. Я за это еще не научился денег. Я научился брать за другое, хотя у меня мысли возникают, я в интернете даже увидел подобный сервис, который, в принципе, оказывает услуги эти задения, но еще не готов. Вот именно от дружеского совета к фрилансу, то есть в момент все-таки. Себе как в этом думать? Разделите тогда четко, кто есть друзья, а кто есть клиент. Понимаете, о чем я говорю? Друзьям, действительно, это какой-то небольшой круг людей, и вы понимаете, что на дружеской основе они вам помогают и мы, дружба это бескорыстно. Но те, кто отходит на… сейчас слово подберем. Друзья друзей. Друзья друзей, это уже там приятели, да, не близкий круг, но получается, вы где-то там, может быть, когда-то пересекались. Тогда нужно понять, что вы уже специалист, чья работа должна стоить дорого. Очень такой интересный момент, я вижу, что Оксана Рухова сейчас прочел. Когда здесь кроется, а сколько предложить и как показать качество. Вы же хорошо акцентировали, да, видимая работа, когда меня подстригли, и невидимая работа, касаемая консалтинга. А вдруг клиент не почувствует, что я сделал, а вдруг я мало попрошу, а вдруг много попрошу, наоборот, и меня там пошлют и отправят. Определите четко, круг друзей и нет друзей, решите для себя. И когда мой преподаватель сказал, я определил, я всегда сосед, беру деньги, с кем я работаю, близкий круг друзей, конечно, надо служить. Можно тогда, если вкратко, совет изложить так, как я уже понял. У меня есть пять друзей, которых я консультирую бесплатно. Я их четко установил, и когда ко мне звонит друг, то есть второй круг уже, то там я уже говорю, ребят, ну извините, есть друзья, а тут стоит определенные деньги. То есть, когда я сам себе границу провел и дал обещание, что бесплатно для них, для тех, я этого делать не буду. Этим, пожалуйста. То есть, разграничить этим и возим. Друзья, друзья, уже это следующий круг, следующий волн. Да, верно. И все, что вам нужно в этом случае, Дмитрий, который пример вы привели, научиться говорить, это мой бизнес, я этим зарабатываю, моя услуга будет стоить столько же. Чтобы это вам спокойно говорить, вам необходимо это сделать, ну раз 15, 20, 130 перед зеркалом, потом об этом то же самое сказать друзьям, ну попробуйте, да, потом скажете, взять с них деньги, потом сказать, Вася, спасибо, вас верну деньги близкому другу друзьям, сказать, я потренировался. Потом уже выходите на тех людей, которым уже спокойно будете это говорить после таких вот тренировок. Пожалуйста, преодолевайте. Ответил наш вопрос. Хорошо. Мне скорее было выглядело, потому что там был специалист, на котором мы однажды сказали, давайте мне это сделать, если ты получил то. Вам очень повезло. Когда рынок предлагает деньги, это здорово. Это действительно дефицит, видимо, услуги, еще что-то. Я как раз реально знаю людей, которые ни год, ни два, ни три защищают в судах своих родственников, друзей, друзей, друзей. Делать это все бесплатно и тратят на это много времени. И когда я говорю, почему ты не можешь просто альтернативная стоимость твоего рабочего часа какая-то минимальная. Я не знаю. Может, и с другой стороны была психологическая проблема принятие этих денег, которые привлекали, причем рассказывала часть клиентов, которые приходили с деньгами и говорили, тебе нормально 20 тысяч, и делал вот эти глаза, потому что на зарплату было 10 месяцев, а тут за 5 часов 2. Все правильно. На самом деле, в том же самом консалтинге и фрилансере, стоимость 10 раз может отличаться за одну и ту же работу, в зависимости от того, как вы себя подадите и устанавливаете. От нужды клиента, скажем так. У нас ситуация, насколько клиент в инвестиционном результате. То есть у меня есть клиенты, которые платят, скажем так, не за работу, а защищение безопасности, что он заплатил достаточно много, что я приложу усилия. Да, потому что хорошая работа мало стоит не может. Все правильно. В этом опять же вопрос ценообразования. Если я скажу, что это стоимость рублей, мне не поверят. Меньше тысячи, такая услуга стоить не может. Это большая сложность в фрилансе. Я думаю, мы обязательно объясняем еще ценообразование. У меня есть ряд вопросов, которые я решаю по стоимости 12 тысяч. Со мной постоянно за нею торгуются, хотя это ниже рынка на 8 тысяч рублей, а есть вопросы, которые решают со 40, которые выше рынка в 2 раз. Выигрыш продавца, выигрыш покупателя, макроэкономики. Все работает. Я расскажу. Это ситуация. И постситуация. Люди, которые за 12, которые я предлагаю стейклингу, они мне говорят, давай ты еще снизу. А люди, которым я делаю за 40, они говорят, хорошо, что ты так недорого. А по сути, для меня в процессе открыл на одно и то же действие. Понимаете, от одних надо исполняться потихонечку. Рыбы как-то приращиваться. Вопрос такой. Рыбы мне там повысить все-таки до рынка сделать за 20. Либо если я не откажешься, или у вас больше времени остается. Что определяет стоимость, за которую говорят «да» и не пытаются спотроговаться с 10 лет. Вы 12, выигрыш. Я знаю, что есть такая вещь, кстати, эффект цены, потому что во время я занималась продажей, тренировалась продавая в точке чехлы для мобильных. Они и те же чехлы продавали. Сначала они стоили 60 тысяч, и 60 рублей. Вы помните суперпассы. Они были везде, и было много. Потом так получилось, что завезли, короче, 3 чехла, и почему-то они стоили в Генетске 150 рублей. Там есть множество. Да. В общем, я поставила 150 рублей. У меня вот те, которые за 60, 150 просто снесло. Хотя они лежали по ходу. Не знаю, выделяются разными факторами, спросом, вашей уверенностью, да, количеством. Какая-то вещь, да, человек готов заплатить больше денег за какую-то вещь, что он себе цены, что вы придумали? Человек заплатит ту цену, которую вы назовете, говорю уже как профессиональный бизнес-тренер, когда вы найдете то, что ему надо. Спокойствие, безопасность, решение его проблем и решение удовольствия. Люди платят в любом случае решение проблемы и удовольствия, которые они получены. В этом случае не отдают. И многое зависит от того, как вы это говорите. Стесняясь, вы знаете, по-моему, это будет стоить 12 тысяч. И уже думаете, сейчас только рот откроет вас сразу 9, 8, 7 и начнете падать. Или уверенно говорите, за эту работу для вас специально, дайте подумаю, 40 тысяч и только сегодня. Принимайте решение или до свидания. Ну, я немножко сутрированно, да, сказал, как вы это преподнесете. Я не даром вам про льва там сказал, принимайте решение уверенно и говорите об этом. Когда вы чувствуете себя специалиста, вы научитесь говорить это не задумываясь, потому что понимаете, что вас купят. Одна из сложностей фриланса, а вдруг меня не будут покупать, вдруг цена будет очень высокая, там рынок не проанализировали. И вот это ваше сомнение, желание схватиться за любой заказ, лишь бы он был за любые деньги, оно передается людям? Это вопрос. Передается, люди чувствуют. По вашей интонации, по тому, как вы двигаетесь, по тому, как вы документы подаете, даже по тому, как вы заходите в офис, подаете руку в самом начале знакомства. Поэтому здесь еще один такой важный момент, чтобы вот эту уверенность вам наработать, поработайте для тех же своих друзей, действительно бесплатно. Проведите для них ту работу, которую будете потом предлагать за деньги. Получите от них обратную связь. Насколько качественно вы сработали, хорошо ли оформили документы, все ли устраивает в том качестве, которое было. Тем самым, у вас появляется уверенность. Как вы начали уверенно писать? Сперва закорючки были, правильно? Потом учитель вас поправлял или мама, папа. Потом вы поняли, что цифры выходят так, как нужно в прописи. Стали получать оценки. Все, появилась уверенность. Я умею писать. Понятно и красиво. То же самое происходит здесь. Делайте, нарабатывайте опыт. Появляется уверенность. Появляется здравая борзота. Я подчеркну, здравая, нормальная борзота. Когда вы себя продаете дорого. И дорогое покупать всегда интереснее, чем когда вы начинаете прогибаться, снижать цену. Но процесс переговоров о цене, ко мне на тренинг пожалуйста, приходите. Подскажу, как это решается. Еще вопрос. У меня тоже пока маленькая ремарочка. Я так понимаю, все сходит к тому, что вот этот вот рынок вообще, вот этот образ жизни. Не рынок. Давайте. Не рынок. Вот этот образ жизни фрилансеров, бизнесменов, я не знаю, как его назвать. Это образ жизни для ограниченного количества людей. Всем против. Тут очень важно. Тут ведь как мне кажется. Тут как в спорте. Спортсмены все разные. Есть среднички в составе. Я просто к вопросу. У нас еще два спикера есть. Можем после мероприятия остаться, подискутировать? Понимаете, вы сказали сколько вы посчитали нужным, но вы не даете сказать другому. Я модератор. Да, а у вас микрофон. Я готов подискутировать, но потом можно уважиться. Потом я готов дополнить. Вы на сколько закрываете? Вы больше времени потратили на то, чтобы мне прервать, чем дать мне слово. Если мы продолжим, мы еще время потратим. Спасибо. Предлагаю прерваться на перерыв. Все-таки вывод я сделаю. Итоговый. Буквально хороший. Это человек, который умеет дисциплинировать себя. Человек, который понимает, в каком направлении он может работать и зарабатывать. Посмотрел рынок. Действительно, это накладывает определенный образ жизни. Собственно говоря. То, что зависит полностью от вас. И профессиональный самостоятельный рост. Он здесь, конечно, необходим, чтобы вы могли себя продавать дорого на рынке. Учиться. Учиться и учиться. Это как мудрано. Давайте сделаем проще. Мы объявляем перерыв. Подойдите. Вы можете подойти и задать. В 19.30 мы продаем. Всем здравствуйте. Я начну с анекдота. Однажды у фрилансера спросили, что было бы, если бы ты вдруг заработал 1 миллион баксов. Он мне сказал. Он ответил, я бы раздал бы долги. Ну, классно, конечно. А остальные подожду. В общем, я желаю вам, чтобы вы никогда не подпадали в такую ситуацию, в такие долги. Меня попросили рассказать именно о своем опыте во фрилансе. И я, собственно, некоторые вещи в презентации опущу, просто потому что уже какие-то были раскрыты. И какие-то вещи я вам обязательно покажу. То, что вам может, в принципе, в вашем пути жизни облегчить. Ну, просто потому что я это уже прошла. Ну, в принципе, если не считать разнообразную работу в подростковом возрасте, я начинала очень рано, то я свою жизнь практически с фриланса и начала рабочую. То есть я училась в Институте Уральской архитектурно-фудовственной академии и когда-то увидела там объявление по поводу «Нужен карикатурист». Собственно, я тогда еще не подозревала, что я уже сейчас фрилансом займусь. Пошла домой, нарисовала несколько карикатур, там на тему анекдотов принесла, показала, понравилось. Так я и начала рисовать на заказ карикатуры. И буквально в течение месяца уже я в этой газете работала представщиком. Тогда еще, извините, я, наверное, уже устарела сильно, но тогда еще компьютеры были не сильно распространены, и у нас даже в Институте еще не сильно их преподавали. То есть я буквально в течение месяца освоила «Вейшмейкер», «Фотошоп», «Корл» и начала активно работать там дизайнерами, штатчиком и так далее. Собственно, ну, таким образом мой путь, пожалуй, в качестве фрилансера прервался. Я перешла на зарплату, ушла в академку и работала какое-то время в этой газете. Собственно, ну, таким образом я и начала становиться дизайнером, хотя в архиве училась на архитекторах. Собственно, после этой газеты я работала в нескольких других изданиях. Каждый раз я меняла работу по разным причинам. Тут спрашивали, ну, в принципе, задавали вопрос о том, что действительно ли это особый какой-то склад людей. Я не знаю про других, я знаю про себя. Да, я особо сложный человек, я не могу долго работать в одном месте, и очень быстро мне становится тесно в стенах каких-то определенных фирм. Соответственно, я сталкивалась очень много с людьми, которые не могли даже поменять работу. Это действительно очень сложно. Я считаю, что предприниматель, фрилансер, это немножко человек, у которого, как бы это сказать, из сил самосохранения, что ли, отмороженный. То есть, в принципе, человек, который не боится какие-то шаги предпринять. И вот если вы, в принципе, сейчас уже думаете, что это слишком страшно, возможно, вы когда-то до этого дозреете, сделаете этот шаг. Если сейчас вам слишком не уютно, не надо себя насиловать и куда-то идти. Вот, собственно, я работала в газетах подробностей, в АИФе, работала в журналах мобильной стиле и так далее. То есть, в принципе, в основном дизайном. Но так получилось, что я постепенно стала и статьи писать. И в газете подробности вела самостоятельно полностью детскую страничку. Там и от дизайна до конкурсов. Полностью, полностью, полностью. Ну и, собственно, из газет, из всех этих, я ушла. Потому что работа верстачка была связана с... Как бы так сказать? За полночью идти домой было нормально. А у меня маленький ребенок, мне хотелось. У меня был любимый мужчина. И семейная жизнь меня, ну, в принципе, интересовала. Вот, собственно, поэтому я оказалась в фильме «Прагматика». Организация, которая, в принципе, меня вообще во всем устраивала. Там было все четко организовано, все продумано. Тебе вообще не надо было ни о чем заботиться. Я поняла, что если я оттуда уйду, то уйду и только в свободной плавне. Ну, что, собственно, и произошло, причем достаточно быстро. Ну, а дальше началась, собственно, моя многовидная фрилансерская работа. Как дизайнер, мне было легко сделать себе визитки. Любой экранный материал, вплоть до прайсиста, достаточно симпатично оформлено. Я впервые села и всему училась сразу же, на коленках тут же. Как мне говорили, там же, извините, был начало 2000-х годов. Мне говорили, а, тебя же налогами задушат. А, там налоги больше, чем ты можешь заработать. Фигня, на самом деле. Просто, даже тогда уже в интернете было достаточно информации о том, что, ну, чтобы понять просто, что страшного. Все нормально, все преодолимо. И договоры можно найти, и все законы, и все. И как зарегистрировать, там, ООО и ФИ. И все это можно было найти. Все это, ну, просто, вот поэтому я и говорю чуть-чуть. Люди, которые действительно боятся там налогов и так далее, они так и будут сидеть и думать о том, что это страшно. Те, кто делают, ну, просто делают и получают результат. Хоть какой-то, хоть на троечку, получите вы свой результат. Поначалу, да, будет многое на троечку. Ну, постепенно и до пятерок дорастете, и до пятерок спешим. Ну, собственно, я достаточно сильно, помнится, завышала цены. И, тем не менее, спрос на мои услуги был. У меня появились постоянные клиенты. И типография артлайнер, которая и ныне существует. И очень много друзей, дизайнеров типографии, с которыми я сейчас вполне себе спокойно дружу. Получаю хорошие скидки при печати. Поскольку мне сейчас, как предпринимателю, как моим друзьям тоже часто требуются какие-то услуги. И я запросто получаю себе эти скидки и прекрасно живу. То есть, мне это, в принципе, и сейчас на пользу. Значит, ну и, собственно, в 2006 году что-то мне бабахнуло все-таки открыть свой бизнес. Скажу сразу, собственно, направление бизнеса было достаточно неправильно выбрано. То есть, это как раз вот тоже, если кто-то из вас станет фрилансером, скорее всего, если говорить о стратегии развития, да, он, скорее всего, когда-то перейдет и на путь бизнесмена, да. Он будет нанимать людей, там, ну, превысит у него, там, количество заказов, там, или что-то такое. Соответственно, не делайте эту ошибку. Большинство людей начинает искать какую-то узкую нишу, чтобы не было конкурентов. Не бойтесь конкуренции на самом деле. Посмотрите, как много кафе у нас в городе, да. Вот человек взял, открыл новое кафе, совершенно другое, да. Достаточно сделать вам вот любую услугу, которая существует, взять и просто сделать лучше. И уже, как бы, конкурентов будет у вас не так много, как кажется вначале. Если искать узкие ниши, в которых там, вроде бы, нет конкурентов. Я сделала, открыла интернет-магазин, мы продавали курсометры. Так вот, это товар, который пользовался спросом только у спортсменов. Знали спортсмены профессиональные, что это и зачем нужно. Всем остальным это продвигать и пропихивать, объяснять, что это, зачем, почему это классно. Это титанический труд. И поэтому не ищите никогда вот такую узкую нишу. Вначале достаточно повторить чужой бизнес, сделать его чуть-чуть лучше. Если вы сделаете сильно лучше, вы будете сильно вне конкуренции. И никогда вас никто не догонит, если вы будете постоянно развиваться. Ну, собственно, это 2006... Ой, простите, я листанула, это еще рано. 2006 год это было открытие вот этого самого интернет-магазина. Через несколько лет я снова начала искать, чем бы мне еще заняться. Потому что мне опять стало скучно, потому что я такой человек. Я нашла Сергея Зимова, прошла его тренинг шута деньги. Метод генерации идей для бизнеса без старшего капитала. Реально, идеи до сих пор так и прут. Зря я это сделал. Значит, после этого, за то, что меня научило, это, собственно, и в том бизнесе, и в своем, я начала делать умную, продуманную рекламу. Я нашла рекламу носителей, которые действительно могли продвигать мои курсометры, и пошла торговля достаточно активно. Хотя до этого все, с чем я сталкивалась, пытаясь рекламировать свои услуги, это не работает. Реклама не работает. Собственно, на рынке рекламы я продлилась достаточно далеко. Я стала пытаться продавать рекламные носители, которые я придумала. Ну, то есть рекламные площади в них. Вышло, в принципе, не очень хорошо. Первые два я не смогла продать. Третий я придумал гениальный и не смогла продать. Тогда я поняла, ребята, что продажа хромает. Ну, потому что он, правда, был классный. Раз ты не можешь продать, значит, поехала снова, научилась я продажа. Теперь снова это переросло в бизнес, потому что я стала нанимать продажников, обучать их, и они стали продавать мои рекламные площади. В принципе, ну, можно сказать, что, как бы, у меня периодически пунктиром то фриланс, то бизнес. И, значит, ну, собственно, в прошлом году уже опять меня немножко... Меня все время кидает в разные стороны. Вышла книга с моей авторствой, с тем же самым Сергеем Азимовым. В этом году у меня, собственно, то, что я наконец нашла из себя, как я считаю, я занялась консалтингом. То есть теперь я могу, я считаю, что я со своим опытом уже могу консультировать других бизнесменов в плане, что им сделать в своем бизнесе лучше, как сделать лучше, при этом не вкладывая своих денег. Ну, то есть я консультирую по партизанскому маркетингу. И сейчас то, что я делаю вдвоем с Упромом, это мы открыли свое производство, и сейчас тоже начинают, это тоже спортивная электроника, но это уже бизнес. Там наемные рабочие, там производство, это уже вполне серьезно, я вообще собой горжусь. Давайте тогда я немножечко расскажу, ну, о том, как лично вы можете себе путь во фрилансе облегчить. Я пролистнула первые два слайда, потому что это плюсы и минусы, и я их нашла, ну, для себя гораздо меньше, чем вам Андрей озвучил, ну, потому что, наверное, я лично для себя свои минусы искала. Ну, почему с фрилансами работают вообще, в принципе, работодатели? Ну, потому что вы, так или иначе, средства все равно экономите. Потому что для вас не надо создавать рабочее место, содержать компьютеры, принтеры, факсы и так далее. Конечно, в этом минус может быть для вас, потому что все это содержать придется вам самим. Значит, в том числе на социальных выплатах, если вы ЕП себе оформите, то вы будете достаточно серьезно экономить своим работодателям на зарплате, даже завышая цены на свои услуги, потому что, опять же, ваши услуги часто нужны только разово. Да, тем же дизайнерам, переводчикам, не каждая фирма пользуется этим каждый день. И не каждая фирма хочет платить другой фирме за эти услуги. А вы со своими услугами вполне себе можете уложиться даже с завышенной ценой в эту самую картину. Но, собственно, если вы делаете качественно и вовремя, и уже есть у вас малого А, то, соответственно, это прекрасный плюс, если качественно и вовремя. Ну и придумайте свое ОТП, которое, в принципе, справедливо для любого вида бизнеса, в том числе для фрилансеров. Кто знает, что такое ОТП, кто не знает? Не надо объяснять? Уникальное торговое предложение. То есть вы, как человек, который предлагает свои услуги, чем-то должны отличаться от других людей и фирм. То есть, в принципе, если вас спросят, почему я должен купить именно у вас, вы должны четко знать ответ на этот вопрос. В принципе, найти несложно. Главное поискать. Ну и, собственно, работодатели – это теперь ваши клиенты. А вот. Работодатели? Работодатели теперь – это ваши клиенты. Вам придется за них побороться. Еще, я думаю, не скоро настанет такой момент, когда вы… Что в свой телефон? Давайте я тогда попробую сейчас немножко погромче. Вы еще не скоро сможете сидеть нога на ногу, там, ноги на стол перед работодателем, перед клиентом потенциальным и думать, а брал ли мне этот заказ? Это еще не скоро произойдет. На самом деле, надо очень серьезно поработать, чтобы до этого дошло. Соответственно, поработаем над тем, как вам этого самого работодателя найти и привлечь. Ну, с чего начинала я? Я создала свой сайт, я уже говорила. Вы можете вести параллельно блоги, писать о своей работе, что вы кому сделали, если это возможно, если это тактично, этично в вашем виде бизнеса. Создавать и участвовать в группах в социальных сетях, писать интересные рассылки. Все это, в принципе, вас будет продвигать так или иначе. Несомненно, сайты фрилансеров вам тоже помогут, все наверняка об этом знаете. То есть, есть специализированные, а есть те, которые объединяют множество фрилансеров в одном месте. Значит, сотрудничество с HR-фирмами я тоже применяла. Я обошла несколько фирм, тогда было еще не так много. И, значит, везде оставляла свои резюме и указывала, что я фрилансер. Со мной, в принципе, несколько фирм нашли контакт именно через эти фирмы. Вполне себе пользуетесь. Сейчас фирм очень много. Чем больше вы оставите вокруг себя, так сказать, следов, тем скорее к вам обратятся. Ну, естественно, визитки, коммерческие предложения, прайсы, все буклеты, все, что вы можете оформить и предоставить, что можно передать, где-то оставить, положить, передать, это все будет на вас работать. Портфолио на сайте обязательно, если это можно визуализировать. И напечатать, красиво оформить, если это можно визуализировать. Если это нельзя визуализировать, обязательно отзывы ваших довольных клиентов. Тоже на сайте, в виде книги, рукописной и так далее. Все это будет на вас играть. Посещение мероприятий. То есть вы, в принципе, вообще для всех кругом, вы сами свой самый лучший рекламный носитель. Если вы будете ходить на мероприятия, где присутствуют ваши потенциальные клиенты, и просто общаться, раздавать визитки, то, в принципе, рано или поздно где-то что-то сыграет. И вы можете просто там подружиться, да, и через какое-то время позвонить и уточнить им нужны ваши услуги. Ну и переговорные навыки. Это обязательно развивайте, потому что это вам сыграет на пользу. Это та самая штука, которая поможет вам и, собственно, уболтать заказчика, да, перевести его из потенциального в реального клиента. И, может быть, иногда выбить свои деньги. Да, такое тоже бывает. Ну и иногда, может быть, объясните ему, что вот эта вот кривая шняшка, которую вы сделали, это то самое, что он заказывал. То есть это тоже немаловажно. Я не знаю по времени, вот это достаточно длинная штука. Успеем мы или нет, я тогда просто озвучусь и будет время. Я могу подробнее к этому вернуться. Как начать зарабатывать столько, сколько хочется. Метод снизу вверх. Это, ну, собственно, как делать большинство. Изучает рынок, понимает, сколько примерно стоит, сколько он стоит на этом рынке, как начинающий, как середнячок или как крутой. Значит, и, собственно, из этого выстраивать какую-то сумму. И, ну, сколько-то заказов в месяц он принял, сколько-то денег получил. То есть снизу принял там 5 заказов, там по 5 тысяч, получил себе 25 тысяч. Сколько получилось? Я предлагаю использовать метод сверху вниз. Это определить для себя, сколько вы хотите зарабатывать. Прибавьте к этому все свои накладные расходы. И это будет та сумма, которую, допустим, просто на примере. Я хочу зарабатывать 30 тысяч рублей, допустим, да. Моих накладных расходов, ну, еще на 10 тысяч. Допустим, я там проездной на 200 лет каждый месяц, там, или еще что-то. Значит, и у меня получилась сумма 40 тысяч. 40 тысяч я делю на, там, не знаю, количество заказов, которые я реально могу исполнить на эту сумму и так далее. И дальше уже понимаю, сколько мне этих заказов надо сделать, и как мне поднажать, может быть, кого-то нанять, как-то еще, может быть, снизить накладные расходы, чтобы эту сумму желаемую получить. Я предлагаю использовать этот метод. Ну, и ваше самое шикарное преимущество, как фрилансера, в принципе, как любого человека, даже если вы работаете по найму, это самоорганизация. То есть, если вы самоорганизованы, то вы суперэффективный человек. Раз. Вы суперэффективный человек и очень много успеваете, соответственно, получаете достаточно много денег. Ну, и второе. Заказчики реально ценят вашу пунктуальность превыше всего. Если вы пунктуальны, если вы выполняете заказы в срок и качественно, то, ну, не будет у вас отбоя уже со второго заказчика. Ну, и можете посмотреть, как у вас обычно в жизни получается, или, может быть, в вашей фирме. Ну, и для самоорганизации вам в помощь. Просто некоторые вещи. Электронные органайзеры. Уклук, он ноут, лидер таск и так далее. Посмотрите, все эти программы есть. Или у вас на компьютере уже, или в сети. Все эти программы помогают. Можно поставить напоминалку. Можно ввести в ней проекты и так далее. Почитайте очень полезные программы. Лидер таск платная. Он ноут, аутлук входят в пакет Microsoft и там либо дополнительно оплачиваются. Друзья с волшебными пенделями. Это же великолепно, когда вам кто-то договариваетесь или с другом, тоже фрилансером, когда вы периодически интересуетесь, как у тебя проект, а сделали это вовремя. Это действительно помогает. Или особенно, если вы с кем-то значимым для себя договариваетесь, и он вас периодически подпинывает. Это прекрасно. Проект Бонзай тоже можете поискать в интернете. Это такой проект, где все друг друга пинают. И в том числе за ваши деньги. То есть, если вы вовремя свой заказ не сделали, вы свои же денежки оставили. Есть еще проекты, которые на благотворительность эти денежки отправляют. То есть, хорошая такая мотивация сделать вовремя. Дистанция. Это, значит, психологический тренинг. Это Козлов психолог в Москве. Можно дистанционно проходить. Это очень хорошая штука. Поищите. Книга «Сила воли» издательства «Манн Иванов и Фердер». Прямо сейчас идите в магазин и купите. Рекомендую всем, даже если вы не собираетесь стать филансером. Ну и так далее. Поищите. У каждого наверняка найдутся свои методы для самопенделей. Ну, визуальный помощник и таймер. Это, собственно, я сейчас на следующей странице поясню. Это мои личные разработки. Я в процессе, так сказать, научилась сама себя пинать. Значит, по правому бланку я вам скажу. Это я то, что использую каждый день. Выписываю свои задачи на сегодняшний день. Выписываю время начала. То есть, когда я начинаю там... Ну, допустим, мне в 11 удобно проснуться. Помечаю дату обязательно. Какой день недели. И, значит, каждая вот эта колонка — это один час времени. Каждый авальчик в этом часу — это 15 минут. Я ставлю себе таймер на 15 минут. И не отвлекаюсь во время выполнения какой-то задачи. То есть, каждые 15 минут он мне пикает. Я закрашиваю авальчик. И мне удобно это визуализировать. Я прекрасно знаю, какой задачи, сколько времени я уделила сзади. Фиг, расслабишься. Потому что каждый день эту штуку неприятно. Смотрите, если она осталась голенькой и беленькой. Ну и просто удобно, в принципе. Это хороший самопендель. У меня многие друзья, если звонят, я отвечаю. Я на таймере кладу трубку. Это значит, я перезвоню на таймере. Это значит, фиг, я отвлекусь на какую-то ерунду. Потому что мне хочется сделать все вовремя. Ну и примечание. Если меня что-то отвлекло, серьезное или что-то такое, я выношу это вниз. И второй бланк. Это бланк, который ведется целый месяц. Я для себя сделала вывод, что мне сложно мотивироваться одной лишь целью. И я себе стала ставить антицель. Кстати, после прочтения книги «Сила воли», о которой я говорила, хотя в ней нет ничего такого напрямую, но вот меня натолкнуло. Значит, я себе пишу цель и антицель. Допустим, моя цель заработать, заработать в этом месте 300 тысяч. Антицель, там, не знаю, стать бомжом, да. То есть, соответственно, чтобы стать бомжом, у меня антидействие есть, да. Там, пить кофе, спать среди рабочего дня, не знаю, там, что еще придумать. Ну, то есть, я просто ставлю себе вот эти, то, что меня обычно. Если я включу телевизор посреди рабочего дня, я дома работаю, то, соответственно, фиг у меня весь день как бы провалится, неизвестно куда. Если я не буду смотреть телевизор, читать живой журнал и так далее, то, соответственно, я буду достигать тех целей, которые... Поэтому у меня есть действие, есть антидействие. Я вписываю то, что я сделала за день в колонку действий, то, что я не сделала в колонку антидействий. Меня лично мотивирует уже одно. Я лучше еще ничего не находила. Эти бланки, в принципе, я могу высказать по электронной почте. Если кто напишет, я в конце свои контактные данные приведу. У меня вопрос, коллеги. У кого есть вопросы, поднимайте руки, чтобы я оценивал количество вопросов по времени. Я уже почти все. Значит, самая мотивация. Ну вот однажды Артемия Лебедева, уже упомянутая, мы задали вопрос, как себя мотивировать на какие-то действия. Ну что он ответил? Да ничего не делайте, сидите в задницах. То есть, в принципе, я вообще с этим выражением сильно согласна. Если уже сейчас вы думаете о том, как же вы будете себя мотивировать на работу, реально оставайтесь лучшим работодателем. Он вас и мотивирует, и стимулирует, и все, что надо. А если, как бы, этой задачей не стоит, если у вас горит, если вам хочется, уже сейчас все нормально будет, все, пролезьте куда угодно. Ну и, в принципе, вывод, который я для себя считаю, успешный фрилансер – это профессионал, чем бы он ни занимался. Да, пусть не сразу, вы обязательно станете профессионалом, если будете к этому стремиться. Это хороший продажник, хороший переговорщик, в идеале, если он еще и копирайтер хороший, то есть, умеет себе на сайтах, на блогах и вообще в письменном виде себя продавать. Он организован самодисциплинированно, об этом я уже много говорила, и не только я. Он постоянно развивается, обучается и не перестает. Ну и, собственно, вот мои контактные данные. Кому нужно, можете записать. Вышлю бланки, вышлю… Я не знаю, что вышлю. Ну и вопросы. У меня вопросы. Распорядок дня вы сказали с таймером. Очень интересно на самом деле. Знаете, есть такая поговорка – лучше три дня подождать, просидеть, потом за час долететь. Вы такой список привели – пить кофе, смотреть телевизор, живой журнал. То есть, это все в топку, это все нам мешает работать. У меня ситуация обратная. Я понимаю, что если не позволять себе отдыхать, можно поехать днем поплавать в бассейне, например. А при этом голова очень хорошо думает. Все самые лучшие идеи приходят не когда на таймере сидишь. Я согласна, сидя на таймере. Просто есть вещи, которые лично меня демотивируют. Вот стоит мне включить телевизор, я зависну. Ну реально. Соответственно, у меня в списке демотивации. Опять же, что смотреть? Может быть РБК смотреть? Для меня, например, тренировка днем – это классно. Или там, не знаю, сходить на процедуры какие-то годные – это классно. И днем я себе могу это позволить, но… Хорошо, разделим там кровоснабжение мозга. Хорошо. Я не только про физическую активность. Почему? То есть, у нас есть ограничение рабочего времени, когда я работаю на кого-то. Вот я пришел на девять, шесть меня выгнали с работы. Все, я и домой отдыхаю. То есть, волей-неволей мне какой-то график все равно определили. У фрилансеров реально есть такая штука, когда ночами бьют, энергетики, особенно программисты или творческие люди. Вот он неделю работает, потом вообще выпадает. Меня, как заказчика, это тоже не совсем устраивает, потому что он мог перегореть в какой-то момент, и я три дня не могу безназвониться. То есть, вот эта дозированность все-таки… Надо же… Каким образом все давать отдыхать всегда? И напитываться новыми какими-то знаниями, там, ЖОЖУ? Для себя, честно сказать, я не знаю, как все, я лично учусь всегда на своих шишках. Вот всегда свои шишки набиваю. Можете вот сколько угодно. Мне говорили тоже про плюсы, минусы фрилансеров. Пофигу. Пошла я сама свои шишки набила. Здесь то же самое. То есть, вам могут говорить какой-то оптимальный график, да? Например, я для себя, ну, черт побери, вот прет меня ночью. Вот хоть бы дети спать легли, у меня подперл. И все, я не могу раньше трех лечь спать. Я знаю, что я завтра буду сонной, я знаю, что я завтра днем усну. Ну, собственно, с этим тоже можно бороться. Вы позволяете себе днем спать на следующем? Иногда, да. Вот я про это и спрашиваю. Меня никто не помнит. Вы себя на следующий день, не, на таймер-то себя как раз, я так понимаю, надо ставить тогда, когда ей ночью спать. Я ставлю таймер на определенную задачу. Если я знаю, что мне надо сесть и написать, если я знаю, что мне надо сесть и сделать, я ставлю себе таймер. Я знаю, сколько примерно. Если вы не спали, до этого ночи делали другое задание. Ну, наверное, значит, это были веские причины. Два дня я выживала, ничего страшного. Я спрашиваю, вы на следующий день позволите себе отдохнуть, чтобы сделать послезавтра ему хорошо, либо надо упереться и сделать? Я знаю, что физические границы. Я, например, просто приведу такой пример, когда мне, значит, по утрам я начала бегать. Мне надо было очень далеко вести ребенка в садик по утрам. Но вот я начала по утрам бегать. Мне надо было встать не сусветно рано, а мне ночью прет, я повторюсь. То есть, у меня работать всегда прет очень сильно ночью. Все автоматически стабилизировалось. Утром встаешь, пять утра, пока туда-сюда, пробежка, потом в садик ребенка, пока то-сё. В девять часов автоматом отрубаешься. Прекрасно ли же у меня? Он сам устанавливается. А ночной-то креатив пропал? Ну, а он в нем прекрасно пошел. То есть, это был все-таки сдвиг графика. Ну, опять же, да. Это был сдвиг графика. Я понимала, что вроде как эффективно, но я вернулась опять к своему самому режиму. Но это вот лично для себя каждый решает. Нет универсальных каких-то решений. Каждый для себя, у всех свои идеи. Добно работать с заказчиком, у которого разница в четырнадцать часов. Когда у меня есть встречи какие-то определенные, естественно, тут мне ничего не поделаешь. Если уж я понимаю, что я буду сидеть и глаза закрывать, то как бы я предприму меры. Либо там напьюсь кофе, либо не стану ночью. Фрилансеры сказали, что многие работают ночью хорошо, а днем не могут встретиться с заказчиком, потому что сонные. Да, могут. Потому что это важно. Я для себя приоритеты не могу. Мы тогда вернулись опять. 24 часа в сутки это хорошо работать или это плохо? Ну, у меня не дикатив. Мне все прекрасно. То есть есть люди, действительно, которым будет тяжело. Я согласна просто у всех по словам. Меня совершенно не дикатив. Это слово в пределах лени, понимаете? То есть кому-то кажется, что он проработал два часов и все равно ленился. Просто каждый для себя найдет баланс. Хочется денег или поваляться. Я думаю, это больше вопрос приоритета и умения распределять. Надо много работать. Вот один человек сидит, он двадцать часов работает, послушав вас будет двадцать с один работать. А другой работает три часа. И получала денег больше, чем работала на работе за восемь часов в день. Вот это хороший пример. То есть в принципе надо себя... Эффективность каждого часа повысилась. Да. Но тогда я еще следующий вопрос задам, если пока аудитория не возникла. У меня была подобная ситуация. Когда я понял, что я за пятнадцать минут могу заработать на триста тысяч рублей, я подумал, а если я каждые пятнадцать минут... То есть моя эффективность в рабочем времени такова. Я посчитал, сколько я за восемь часов заработаю. У меня стало тяготить, что почему-то остальные восемь часов я не зарабатываю такие идеи. То есть вы сказали, что за четыре часа вы зарабатывали столько, сколько за восемь. Больше. Вам хотелось за оставшиеся четыре заработать столько же? Или вы поняли, что... Мне больше халявы хотелось. Я не знаю, как я... Есть возможность заняться образованием или еще чем-то. Да, да, да. То есть повышая эффективность, мы на самом деле, я считаю, фрилансов дает время. Это саморазвитие, да. Я уделяла больше времени детям. У меня, я считаю, у меня все прекрасно. То есть я сейчас не могу вот физически мне предложить... Насколько мне надо денег предложить, чтобы я пошла работать по найме. Потому что я не могу, мне удобно забирать детей из школы, мне удобно гулять с собаками, когда мне хочется. Неудобно, не знаю, там, ездить... Вот мне шарахнуло, поехала на прошлом деле, там, на конференцию в Москве. Кто мне позволит, когда я работаю по найме? То есть, в принципе... Очень выгодно ездить дешево отдыхать, потому что, когда тебе говорят, вечером полетишь, цена в четыре раза дешевле. Да, да, именно так. То есть, и каждый для себя этот баланс сам найдет. Кто-то хочет... Ну, я не такой трудоголик, чтобы там работать, и какие-то бешеные деньги, они мотивируют. Меня лично не долго. Мне зло интереснее все-таки более сбалансированной жизненности и отдыхать. Коллеги, вопросы еще? Он нам пригодится. Ну что ж, без прелюдии переходим. Дмитрий, Вольге... Ну, правильно я прочитал? Хорошо. А если я тут посижу, нормально? Вполне. Ну, тема, которую я заявил, мне как-то столько не хочется, потому что она изначально, как бы, подбывает какую-то глубокую работу. Несколько скажу о себе, поскольку тут уже про фриланс много говорили. У меня очень легко вышел переход на фриланс, по той причине, что... Я работал программистом. Появился человек, который попросил мне что сделать, потом еще и еще. И в какой-то момент я вдруг понял, что работая вечерами три раза в неделю, то есть с 7 вечера до 9 вечера, три раза в неделю я зарабатывал больше, чем за весь месяц. Когда я это посчитал, у меня стало странным, зачем я сижу 8 часов на работе. Пошел к начальнику, сказал, сделал, сделал мне маленький фриланс на работе, я тут по часу работал какое-то время. То есть удержал. В результате я сразу шел, когда клиентов накопило 10 на столько, что я уже не боялся. Я понимал, что клиенты есть, я вот просто вот могу выйти на любую улицу, и подряд к местным магазинам зайду, я 3-3 клиента себе найду. И месяц себе оплачу этим самым. Потом, ну, не знаю, может быть, у меня характер такой... Получилось так, что я получил еще несколько противоположных совершенно специальностей по фрилансу. Это, например, массаж. То есть после компьютеров, после головной работы такой, чисто механическая такая работа. Коуч, то есть психолог. Где-то они все похожи на ланчика. Вот. И мне тоже это показалось интересным в том плане, что если изменяется рынок, у меня всегда есть несколько точек опоры. У меня всегда есть куда перейти. Даже если, например, летом один бизнес идет, зимой МРП и другой. И вспоминая вот уже, как ты начал свой бизнес с фрилансом, я понимаю, что первый год или даже два у меня просто выпал. По сути, я получил новую работу. Уже не было начальника, но я работал по 12-14 часов. Причем денег было не намного больше. Такой процент не назначался только в канадном плане. И когда я это увидел, где-то через год я понял, что я что-то не доделаю. Вот тогда я задумался, зачем я еще вышел. Нужно ли мне работать фрилансером. Вот в тот момент я вспомнил, зачем я, собственно, сам приближал в свой фриланс. Мне бы хотелось к аудитории обратиться. У кого такие мысли, зачем вам фриланс? Кто-то может быть выскажется. Наиболее свободного времени. А где у вас в случае? Погромче. Больше свободного времени. Ага. А у девушки? Управление собственной жизнью. Собственной жизнью. Чем занимаешься? Столько? Более оптимально. Не знаю. У вас хорошие, кстати, паны, потому что у меня было просто по именно убежать от... Убежать от начальника, убежать от чего-то еще. Вот. Я убежал. И пришел к тому, что у меня придавила моя собственная работа. Когда я об этом задумался, я увидел, что мне-то что надо было. Мне нужно было создавать, в общем-то, тот мир, в котором мне будет интересно. Я понял, что мне нужно меньше работать, больше зарабатывать куда-то ездить. Ездить на неделе, например. По выходилам по мне работать, а на неделе ездить куда-нибудь. Это вот была первая моя цель, моя личная цель, в которую я стал добиваться. Еще одну вот фишку, ну не знаю, фишка не фишка, но я хочу сказать вам, наверное, очередной раз поймал себя на том, что работаю по восемнадцать часов. И вот, тоже удивительно, люди работают по восемь, а я по восемнадцать. в чем смысл этого филанса. В общем, мы его филансы. Тогда я поставил себе задачу просто уменьшить количество рабочего времени. Сначала до десяти часов, до восьми, у меня был рекорд на восемь часов работал в день. Почти как настоящий работник. Потом до шести, потом до четырех. В конечном связи осталось три часа в день, или даже там три часа в неделю, по-моему. Сначала, кажется, безумство. Надо работать три часа в неделю и получать столько же. Но убирая неподтяжепособных клиентов, как-то усиливая плачевопособные, эта ситуация произошла. Я, значит, работаю, но могу несколько дней в неделю работать, могу там один день в неделю работать. и суммы, которые я получаю, меня устраивают. Выход из этого. Труктуры организма. Цель, которую я еще могу предложить от себя, которая у меня вторая, это вот переход к бизнесу. Тоже вот я сейчас жалею, что в самом начале не задумывался об этом. Потому что, когда вступаешь в работу, начинается суета, и, собственно говоря, уже не до того, зачем. Работает, будет и работать. Если сделать шаг до этого, достаточно легко можно перейти в каких-то больших результатах. То есть вот я себе тоже пометку сделал. Для меня финансовство, с одной стороны, очень приятная вещь, для этого болото. То есть ниши, из которой очень трудно выйти. Работаешь где-то хочешь, работаешь где-то хочешь. Неплохо получаешь. Когда я задумывался о том, ли потери меня на работу, куда-нибудь в найм. Нам обычно бывает, когда мало денег. Поэтому идешь на трамвай. Я просто поднимал глаза, думаю, ага, объявление. 15 тысяч в месяц. Начинаю думать, 15 тысяч зарабатываю за неделю. А там надо работать 10 месяц. У меня быстренько пропадает желание. Прямо мне просто надо искать клиентов, а не идти. И искать работу. И вот подготовка к бизнесу – это как одна из целей, которую можно ставить просто на фрилансе. Есть полный цикл. Ты разрабатываешь продукт, ищешь клиентов, продаешь продукт. Это полный цикл бизнеса. Можно потихонечку нанимать людей. Можно сначала начать рабочее время. Какие-то задачи отдавать им. И, по сути, легкий переход в бизнес. Но если это не сделать в самом начале, то это не получится. Вот, пожалуй, наверное, все. Что я хотел сказать. Если есть вопросы... Я хотел попросить вас. Вы мне в перерыве озвучили. Затем, что я хотел сказать. Вот вопрос, когда мы обсуждали по поводу толка. Хороший пример привел Дмитрий. Как перейти в деньги, да? Ваш просто совет. Расскажите. Если у вас много друзей, вы им что-то делаете, и все это делается бесплатно. Очень простой. Он такой утомительный, но простой. Вы начинаете делать всем бесплатно. Вот всем, кто обращается, всем делаете бесплатно. Рано или поздно, люди с нами застройки, что у вас времени просто не остается делать кому-то еще. Как только появится уже первый человек, которому вы не успеваете делать бесплатно, вы ему назначаете цену. Если есть цена, он становится приоритетным клиентом. Самое главное для этого времени не сходить. А то можно... Это годами. Но каблевать, накаблевать, а потом... Вот, для моих последних специальностей пришли именно так. То есть, перейти с программирования на массаж было достаточно сложно. Куда эти там... Я просто делал друзьям. Потом друзья поставили кому-то еще. Потом я понял, что уже я не успеваю все делать. Соответственно, люди стали приходить за деньги. И в следующий после этапа начал искать места, где люди, где есть люди, где спирать люди, которым массаж нужен. Тренинги какие-то вот... Какие-то вот психологические тренинги. Нет такого прорыва выхода на профессиональную деятельность. Коллеги, вопросы? Про комментируйте, пожалуйста. Вот вы говорите, вы работаете... Можете работать один день в неделю. У меня возникает вопрос, сколько у вас клиентов? За что бы вы могли успеть? Или вы работаете с одним... Работаете один день с одним клиентом, выкачиваете всю захватку? Это чтобы... Для понимания. То есть можно уже облениться, и потом вообще не работать 15 минут. Облениться не дает город? Правда? Либо за продукты... Не дай бог, погрузиться можно всегда. Вот у меня вот такой вопрос. То есть сколько у вас клиентов? Как вы можете один день? Ну, не один день, не день. У меня получалось... Когда... Или опять же вы работаете 24 часа в сутки целый день? Или нет? Нет, у меня почасовая плата, поэтому я считал просто, сколько часов в день не надо. Соответственно, сколько шел в день, сколько часов в неделю я готов работать. Соответственно, какая стоимость часа должна? Я просто шел к этой стоимости часа. Все время начинал там с 300 евре, дошел там до 2500. Если считать, не барстывать, то хочется мне отдохнуть в этот месяц. Несколько дней по работе... То есть 16 тысяч получается у вас в неделю? В лучшем случае, да? Правильно? В качестве вот такого выходного месяца спокойно могу себе позволить 16 тысяч в месяц. Зато я весь месяц отдыхаю. А, так. То есть бывает есть так, где работаешь весь месяц и получаешь 60-70 тысяч, бывает 10 тысяч. Просто я говорю, вот эта грань, она настолько близка, что переступив в нее, вернуться потом в хороший ритм жизнеспособный, мне кажется, это будет расслабовано. Там есть этап, опять начать всем бесплатно, до украинности. Это от характера зависит. Вот сейчас у меня уже привычка, мне сейчас не надо себя подгонять. Надо, оно само включается. Когда-то, да, я попадал в то, что сидишь, и уже и работает неохота, и денег нету, и думаешь, блин, где бы еще 5 рублей на проезд найти, чтобы клиент туда ехать. Такое тоже бывало. Кто-то переживается, но потом какая-то привычка появляется все равно. Еще вопрос. В конце можно будет задавать вопросы всем, или там общие вопросы, спрашивать комментарии. Почему вот все-таки дели фриланс и бизнес? Я как раз этот вопрос хотел оставить в конце, задать его всем. Обсуждать. Алексей Карпов, наш следующий докладчик. Алексей, прошу. Представлю Алексея. Алексей директор юридической компании Гридли. По опыту нашей работы с Алексеем, могу сказать, Алексея лучше всего задавать вопросы. Потому что обучение четко и ясно на них отвечает. Но на самом деле специфика юридического бизнеса такова, что рассказывать что-то в общем достаточно сложно. Поэтому формулируйте вопросы, получите достаточно хорошие ответы. У меня вот есть вопросы. В общем, по вопросам построен больше. Я хотел рассказать о себе. В принципе, как все начиналось. И фриланс у меня тоже был первоначально близок, хотя я его совмещал с работой. И до определенной степени фриланс был построен в том, что обслуживал определенных клиентов по физлицам, которые шли друг от друга, собственно. И когда это достигло определенных пределов, уже создается компания. То есть мы не регистрирули ИП и уже перешли в компании и начали вести деятельность юридическую на более ином уровне. То есть первоначально база в любом случае создавалась. Она создавалась, я бы не сказал, что долго открытием. Ну, года четыре, так сказать. Но не считая это сильно подавлительным сроком. По услугам фрилансеров мы тоже пользуемся. Мы пользуемся в области дизайна. У нас есть дизайнер, который фриланс, мы его нашли через freelance.ru, собственно. И он оказывает нам услуги, как построенные на тех отношениях, с которыми мы работаем уже больше года. И первоначальная стоимость, которую, как мы нашли, да, мы выставили по стоимости, как сказать, тендер, не тендер, можно так сказать. То есть выставили на определенный конкурс стоимость работы и нашли дизайнера, который будет нам более близок, то есть будет находиться в Сыровской области, к которому мы можем лично познакомиться, построить какой-то личный контакт. И начали с ним сотрудничать. Сейчас по стоимости, ну, удается договориться там, пониже, чем другие стоимости сурки, но по рыночной. То есть достаточно давно работаем, данный дизайнер нам разработал сайт, делает раздачный материал. То есть вся работа ведется через фриланс. Человек зарегистрирован в качестве ИП, осуществляет свою деятельность, то есть ведет с другого города, приезжает периодически в Екатеринбург с клиентом, познакомиться, так сказать, и в дальнейшем уезжает, и пару раз в месяц бывает здесь, заезжает к нам в гости, посмотреть, спросить ей, что сделать и так далее. Ну, то есть два таких примера, как начинали мы, и как работает человек, который, ну, для уровня города, я думаю, неплохой выход получает, для уровня того города, где она работает. Это не Екатеринбург, я думаю, весьма неплохо. По поводу регистрации. Что встают вопросы, да? Для чего необходима регистрация в качестве, допустим, индивидуальных предпринимателей? Если вы работаете как физлица, в принципе, вы можете осуществлять деятельность, когда встают проблемы. Штраф за осуществление деятельности без госрегистрации такой уж на самом деле большой, и не такой часто вероятен. Когда могут стать проблемы? Когда вы осуществляете регулярную деятельность, и контрагенты, допустим, вы оказываете услуги юрлицам, оказываете услуги, если по юрлицам у вас встанет вопрос, что они должны платить за вас налоги, как за физлицо, и что они, конечно, будут делать, не будет хотеться в том плане, что им надо задавать отчетность за вас, надо платить определенные индивидуальные средства, и они вам попросят зарегистрироваться в качестве ИП, создать там компанию, то есть вести деятельность не от себя, как физика. Это по юрлицам. По физлицам встанет вопрос, тогда, когда у вас будет довольно часто солидная деятельность, существует много клиентов, и к вам просто также станет, почему у вас встанет деятельность как физлицов. Я сомневаюсь, что станет как со стороны налоговиков, но вопрос станет именно от клиентов, которым ваш штат как физлица просто будет внушать сомнения. Это единственная опыта, почему у вас необходимость может стать. По юрлицам, большинство юрлиц, даже не крупные, но которые занимаются, то есть ведут определенную часть налогоплажения официально, они вас сразу спросят, и сразу в качестве бюджетного предприятия, потому что платить до вас налоги ямы не будет. Не захотят, и тем более отчетность ввести какую-то за вас тоже не хочется. Вот, в принципе, я такие общие рассказал по регистрации. Если какие-то есть и иные вопросы, можете задать. Я отвечу на вопрос уже. У меня вопрос по поводу патента налогового. По моему, это вообще самый идеальный выход для фриланса. Он, по-моему, охватывает только не все сферы деятельности, но если можно подробно. Я отмечал по патенту, что у нас идеальный человек по налогам, но, к сожалению, по патенту я не смогу пояснить. То есть патент, который приобретается в начале нового периода, с различной стоимостью, позволяя вам потом, если превышает, уже ничего не платить и вы обратились вперед? За определенную деятельность? Да. Подробнее по стоимости и по особенностям счета я вам не отмечу. Там ситуация настолько, я знаю, такова, что патенты на территории Свердловской области действуют, то есть этот закон должен приниматься отдельно в каждом объекте еще, но список видов деятельности не очень широк. И его как раз таки собираются в этом году расширить именно на территории Свердловской области. Цена патента начинается от 2000 рублей в год. На определенный вид деятельности доходит максимум, по-моему, там порядка 25 тысяч рублей. При этом, купив патент, вы, как физическое лицо, полностью заплатили все налоги, независимо от того оборота, который дальше у вас будет. Он может быть не связан ничем. Ни вашим счетом, ни, не знаю, возможными площадями, количеством клиентов, неважно. То есть это плата налога вперед. Единственное, вот по видам деятельности я тоже не могу сказать. То, что было интересно мне, я не нашел в том, что было решено. Жду, что он изменится. То, что у нас спрашивают клиенты, тоже под патент не относятся. В большинстве случаев очень мало. Поэтому большинство все-таки упрощен кредит. Значит, будем ждать? Когда-то работаем? Ну, ждать с 13-го года. Ну, что для всех? Да? От чего мы найдемся? Ну... С точки зрения патента я не уверен, что будет. А-а-а. Как это будет? Посмотрели. Что-то там активно бывает. Речь идет не о индивидуальном предпринимательстве, не об образовании юридического лица, а там системой какого-то налоговложения. Вы говорите о том, что там прощенную систему просто незатильная общая система. Здесь речь вообще не идет. То есть вы покупаете индульгенцию, купили производной билет на год, катаетесь сколько хотите. Вопрос только ваш, если вы вдруг в деньгод решили неприятную деятельность, никто не вернет. То есть вы таким образом покупаете абонемент, а вы можете ходить в деньгод, или нет, как в спотку. Это уже ваша проблема. Хотя я считаю, что по стоимости затрат Вам в принципе никаких вопросов подъявляться тогда не будет. С точки зрения того, вы не обязаны отчитывать. Но при этом вы не можете нанимать людей, еще что-то. То есть тут надо смотреть, конкретно вам это подходит. Если вы парикмахер, который стрижете у клиента на дому приходя, вы не нанимаете никого, у вас никаких больше вариантов нет, то патент, по-моему, если не ошибаюсь, подходит. Но могу еще раз. Это надо посмотреть, потому что... Давайте подытожим так. Давайте обратим внимание на налоговые патенты. Закрываться это интересно. Вроде бы речь шла о том, но еще в отличие от законодательств, что вроде ЕНГД хотят отменить и заменить нам патент. Я такое говорю. Изучать юристам в интернет, вам более-то звоните по телефону. Я по ИП хотел отметить, очень часто обращаются клиенты, как непродукциально, но взгляд юристам. Не забывайте сниматься с учетом в качестве индивидуального предпринимателя, если не будете осуществлять деятельность. Потому что все взносы вам должны числиться. Очень часто обращаются люди, особенно, знаете, в какой сфере? То есть, в сфере такси, чтобы уйти от налогообложения, таксистов просят оформлять ИП и, ведя деятельность там месяц или два, управлять транспортным средством. В дальнейшем они просто не снимаются, в связи с тем, что учет... На учете они остаются и, видишь, не доисчитают, конечно, налоги, и неприятная новость может прийти вам по итогам года. Поэтому обращайте на это внимание, по регистрации обязательно. Можно ли ИП приостановление приостановить? Там не приостановление, вы снимаетесь с учетом, а обратно ставитесь. Вам просто за период практического нахождения науки придут. А сам процесс платный? Сам процесс выслушен на 800 рублей. За приостановление, а потом за возобновление? Нет, вы снимаетесь с учетом, ставите 800 рублей. То есть, вы снимаетесь, получается ИП закрывается? Да. То есть, это закрыть ИП? Да. Ну, приостановление... То есть, тогда приостановление не подходит? Да. Закрытие... Вы приостановите, и вы лицом не можете приостановить. Вы можете не заниматься ничем, потом налога вас поставит какую-то действующую отметку, а через два года обязанно вычеркнуть вас из регистров, хотя, к сожалению, не висят и так не делают. Та люди ждут и думают, как альтернативу официальной приватизации. Ну, вы любите предприятие, если оно все-таки есть, и люди... О, да? Но оно не действующее. То есть, я сдаю на любые балансы. Все отчетности дают. Вот. Сколько это всем будет продолжаться? Если бы все-таки не везти, и надо это сделать. И по лицам влащенных приват. Вы брали выписку из реестра? Давно уже не брал. Но я его смотрел в электронной, и он есть. Нет. Там, если вы возьмете выпуск из реестра, там идет начальник в выписке написано действующее юридическое или недействующее. Если вы сдаете нулевки, то в большинстве своем вам не меняют статус, вы остаетесь действующим. Когда вы перестаете сдавать нулевые отчетности в течение года, вас должны отметить как недействующие и в дальнейшем через суд вычеркнуть из реестра. Вот на сегодняшний день проблема в том, что налоговики как недействующие отмечают, а из реестра в связи с трудностью до множества юридических, которые так не ведут деятельность. Они не вычеркивают, то есть они не обращаются на вычеркивания из реестра. Но как недействующее оно будет уже вести деятельность, то есть будет недействующим, недействующим. Вопрос в другом. То есть я помимо налогов издаю еще отчетность в фонд соц.страх и пенсионки. Идей и другим, тут же за не сдачу отчетности не могут насчитать и пенсионки. Могут. Да. Даже один квартал, соц.страх 500 рублей. Пенсионка минимум 100 рублей. Да. Но вы же деятельность не ведете у вас, на организации допустим денежных средств нет. А пенсионка все равно 100 рублей не считает? Нет, они же не вам считают, организации. Все ясно. Денег нет. Денег нет. Закроют. Выставляется еще это. Страх поставляется директору. Нет. Это за не сдачу, если он выставится. Да. На директор выставится. Выставляется на директора. Он раз в квартал там. По нулекам, да, возникает проблема. То есть это в зависимости от районов. Некоторые так делают. Некоторые знаете, как осуществляется. Обычно полностью не предстают, так сказать, к тем ее лицам, которые изначально зарегистрировались, изначально не сдавали вообще отчетность. Их не трогают до той поры, пока они не сдадут хотя бы нулевки. Когда они начинают сдавать нулевки, им приходят все штрафники. Пока они ничего не сдают, там висит, висит ее лицо. Но далишку для каких-то, например, нужно использовать в организме, висит ее лицо, которое занимает других в том числе. Это два пересекающихся множества. Вы уехали, вы заболели, без вас ничего не происходит. Это не бизнес. Бизнес – это когда вы поставили процессы, вы можете уехать в отпуск, вы можете заболеть, вы можете, не знаю, в декрет уйти, а бизнес будет работать. Вот это бизнес. То есть это организованное, с другими людьми, что без вашего непосредственного участия, как специалиста. Ну, кстати, да, вариант, если бизнес стал без вас, ну, плохо организованный бизнес. У меня вопрос завтра, когда здесь присутствуют фрилансеры. Несколько раз поднимали, попытки были такие, создать некое подобие профсоюза фрилансеров. То есть, попытаться, так сказать, объединить разрозненное и варианты, там, страхования рисков фрилансеров, неоплаты и прочее. Что вы думаете по поводу, вообще, ну, теоретических, хотя бы, возможностей объединения? Люди объединены одной идеей, да? Свободный труд. Все хорошо. В пролетарии все время объединились, мы все знаем, чем закончилось. А это у нас государство. Вот. Вот. Возможность вообще объединения, а не возможность объединения фрилансеров, есть потребность вообще какая-то в этом? Возможно, есть, да. Есть какая-то, да? Возможно, есть, в силу того, что необходимо, действительно, вот, когда заключаешь договора с какими-то уже предприятиями, как вот, вот, именно частное лицо, вот, допустим, ведение лекций, да, в институте. То есть, вот, на самом деле, здесь тоже проблема. Насколько работодатель готов оплачивать в соответствии с твоими затратами трудовыми, да? То есть, вот это вот. Да, массовый вопрос о исполнении, там, требований налогового агента у предприятия. То, что Алексей говорил. Согласен. Хорошо. То есть, юридическая защита, общий плотирование, общих интересов на уровне, там, законодателя, да, предположим? Еще какие? Ну, тут есть такая мысль, знакомые с одной партией, не та критическая партия России. Пожалуйста, присоединяйтесь. Ну, речь, скорее, не идет о политике, но, если мы принимаем за 7% в России, это, на самом деле, достаточно большая, да, электоральная сила, пусть даже 5%. Все-таки объединение, оно существует для установки общих каких-то правил, игры, стандартов, там, еще чего-то. Я пытаюсь понять, для чего вы, фрилансеры вы, скажите, для чего. Есть. Вот я, в качестве примера, его хотел привести, но слабовато, пока слабовато, слишком, извините. Почему? Нужно ли общее правило, зачем? Я и спрашиваю, нужны или нет? Почему? Вы все, чтобы добились труда, все, чтобы смотрели на них? Нет, ну, в крайности, не вдавайтесь с ней. Нет, почему опыты? Про союзные не ходили строя. Но путевки отлично просто, именно на него. Все скидываются по рублю, один едет отдыхать. Понимаешь? То есть, вносы, да, про союзные взносы правильно доискал. Готовы платить фрилансеры про союзные взносы? А защита прав вашей, как фрилансера, на уровне лоббирования, на уровне законодателя? То есть, вопрос один в поле войны, или все-таки, если объединиться, 7%? Это много. Да, электорат уже мощный такой. Вот, наверное, это и будет ответ на мой вопрос. Если бы всех фрилансеров объединить в одну группу и снять без них вопросы общий бизнес, такие как юридические, экономические какие-то, бухгалтерские, то это, наверное, было бы отделение. А мы с вами чем занимаемся здесь? Как раз? А как с меня снять мои фриланские вопросы? Вот, если бы, да, были бы какое-то объединение фрилансеров, которые бы платили взносы, и им оказывали бы вот эту вот помощь, ту же самую, консультационную. Фрилансеры или фрилансеры? Было бы больше похоже на фрилансер. Потому что сейчас, если ты занимаешься какой-то работой, то ты все равно должен решать свои юридические вопросы. Но для этого же есть фрилансеры, опять же. Я поставлю свой телефон на диске там с удовольствием. Для других фрилансеров кто здесь еще бывает? Звоните. Снимаешь полностью все такие вопросы? Снимаешь со своей работой? Своей работой, да. Снимаешь общие один из этих вопросов? Объединение тогда в чем? Ну, вот это и могу. Я бухгалтер, я могу снять с нее бухгалтерские вопросы. Это бар пытается, я говорю, на доске вот там написал. Понятно, да? Я пришел, у меня есть вопрос. Это... Обстречный вопрос. Зачем объединяться? Я не говорю, что нужно объединяться. Я пытаюсь понять, но нужно ли попытки такие были неоднократные и об этом муссировали. Ну, кем это муссировали? Вот сайт, да, фрилансер. Действительно, то есть объединение определенное есть. Он интересен, он востребован. Мне его в качестве примера приводят другие фрилансеры. Как там, да, там круто. Это лучшее, что есть на сегодняшний день в России. Да? Фрилансер. Можно сделать что-то еще. Или это стихийный рынок боксник. Пусть сам себя регулирует. Лучше не лезть, только мешать. Как только появляется крыша, фрилансеры разбегаются. Вот, 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 вот. Согласны с этим движением, коллеги? Как только появляется крыша, фрилансеры не разбегаются. То есть они против всяческих вообще установлений норм. Как говорят юристы, хотите получить делик нарушение, да? Установите границу, установите норму. Я сразу тут нарушу. Пока нет, ничего страшного не будет. Возможно, добавив по сайту сайт, как ресурс, как источник полезных знаний и поиск деловых контактов, в том числе для бартера, он, конечно, безусловно необходим. Если вы посмотрите, ведь в начале фриланса все наступают практически там на 90% одинаковых рублей, да? Только вы не знаете, у кого об этом узнать. Если бы вот на сайте такие часто возникающие вопросы и ошибки прописывались, это было бы здорово, да? Я бы лично свои подобные опыты, печальные, но ценные весьма, туда бы написал. И мне бы такой ресурс был бы полезен. Объединиться, опять же, для чего? Чтобы мои интересы защищали на уровне законодательства, при решении законов, ну, наверное, это интересно тогда, чем я отличаюсь от обычного предпринимательства до малого-среднего, которое, собственно говоря, и так представляется. Мне бы больше хотелось, чтобы государство в мою сторону смотрело какими-то льготами и возможностями стартап вот этот вот сделать и 3-5 лет дать на возможность стать на ноги и развиться. Когда меняются люди, безусловно, возникает проблема а, договориться, б, поделить шкуру неубитого медведя, тем более поделить уже убитого. Это я уже на взносы намекаю. Поэтому хочется понять, я готов платить. Вопрос за что? Что я в ответ получу за свои взносы? В тысячу, в десять тысяч в месяц и так далее. Если это будет что-то удобное для меня, да, для снятия каких-то там различных нагрузок управленческих, организационных, я это куплю. Я готов вывести в какую-то организацию. Давайте подумаем, может, из-за этого что-то путевое вывезти. То есть срок и контрисность услуг, если будет, тогда это интересно. А если, предположим, взносы, бухгалтерские услуги, пожалуйста, можно кучу компаний. Заплатили, все то же самое. Зачем оплачивать фрилансера, который не хочет и не может зарабатывать? Почему? У меня узкое мнение такое, что у нас нет в стране для фрилансерства основы. У нас есть основа для индивидуального предпринимательства. это у нас есть отчасти фрилансерства. Просто у нас индивидуальные предприниматели могут нанимать кого-то еще на работу. Как ООО, например. А в Америке, мне кажется, там другие условия, там другая просто обоснованная. Как фрилансер. Как фрилансер. Нет, в смысле я говорю, что ИП может нанимать работников. Поэтому оно отличается от фрилансерства, которое у нас идет. Фрилансер не нанимает. Да, он сам. Вот фрилансер, мне кажется, в классическом понимании, это есть один в поле воин. У нас ИП отдаешь бюджетом. А когда ИП нанимает на работу, он становится работодателем. Результат, мотивация, как говорил Андрей, зарплата, живем и прочее. А вы отдаете, понимая, что не справляетесь с задачей, режете пополам, находите другого фрилансера субподряд. Некоторые фрилансеры вот так и делают. То есть ген подряд и субподряд на организации. Но это, в принципе, продолжает быть тем же самым фрилансером. То есть вы задачу отдаете, вы не нанимаете человека, не управляете процессом и деньгами, но не управляете людьми. Если человек не справился с задачей субподрядом, вы просто больше не отдаете ему эту задачу. Если его наняли на работу, вам нужно его проконтролировать, поставить задачу конкретному человеку утром, вечером еще раз проконтролировать и так далее. Надо научить его. Либо нанять другого. Либо нанять другого. А тут субподряд на организации, ну не организации, фрилансеры в данном случае получается. У вас опыт поработали? Получилось еще работаете? Нет? Есть заказы? Вы не обязаны ему каждый день по заказу. Хотя есть такие фрилансеры. А нет заказов больше. Мне такие фрилансеры не нужны, я больше с ним не разговариваю. То есть, можно вопрос? Получается, на субподряд мы можем нанять того же фрилансера, но при этом он должен быть не просто как физическое лицо, он должен быть предпринимателем. Тогда, если мы заключаем договор субподряда с физическим лицом, мы заключаем договор не трудовой, а заключаем договор гражданско-правовой. Так вот, опять же, мы должны платить налоги. Нет, но есть сейчас вопрос не о налогах. Вот это вот очень. Нет, это вот важно. То есть, фрилансер с самого начала попадает на 13% дохода физического лица. Ипшникам быть выгоднее 6%, а все с оборотом. Вообще, в принципе, я почему налоговых патентов взял разговор? Потому что фрилансеру физлицу 13% оплатите, подайте декларацию. Все, что вы дальше начинаете на суд подряд отдавать и прочее, это действительно гражданский договор и даже более сложная конструкция. Не будем ее сейчас обсуждать, уйдем очень далеко. Поэтому с точки зрения налогообложения и прочего, мы говорим с точки зрения взаимоотношений просто администрирования процессов. То есть, либо наняли человека, либо отдали задачу такому же, как вы, фрилансеру. Сами можете вообще не выполнять, найдите двух, отдайте две задачи. Ваш фриланс тогда будет уже просто маркетингом. Я хотел бы по фрилансу. Чем отличается и приняется? Может быть, чем и отличается в Америке, в нас, в России, да? Получается, что мы все равно, вот если гражданский правовой заключаем... В общем, отличие в Америке. Главное, приняется. Конечно, ты говорите. Вот, когда мы начинаем говорить про фриланс, говорили, что, ну, ищут свободы, создающим свободы. И когда мы говорим объединение, это, то есть, потеря той же самой свободы. Поэтому, действительно, жиланцы бегут с таких объединений. Не путайте с анархии! И мне бы интереснее было, скорее, вот если бы создалась среда какая-то. То есть, площадки, на которых можно выбирать профессию, выбирать себе работу. Именно среда, создание среды, это очень важная вещь. А удовлетворение уже... А можно тогда у вас... Какие условия должны быть для вот этой вот среды для фрилансеров? И кому это следа кроме фрилансеров? Забейте, отвечу, да. Вот они. Вот они. Господа, на этом мы с вами заканчиваем. Наступает самое благоприятное для фрилансеров время ночь. Поэтому на таймер и работать, работать, работать. Спасибо!